Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А это для тяжелых Ну вот здесь хозчасть для хранения продуктов Тут сухие, а там ледник Аптека Перевязочная, душевая Штабной вагон Будем тут свои собрания проводить Ну а заодно и столовая А это купе Для врачей нашей состава Выбирай Товарищ Простите Мне кажется, заснул Вы кто? Я... Я врач Белов Я из Ленинграда Я еще утром приехал А, Николай Витальевич Викевич Хорошо, знакомьтесь Это ваш комиссар, а это ваш Ночь поезда Данил Фаван Егорыч Белов Очень приятно Очень приятно. А валенки зачем? Показания, знаете, противоречивые. Кто говорит, что выйдут, кто говорит нет. Одна дама вообще сказала, валенок на всю армию не хватит. Но они не помешают, они здесь постоянно. Не помешают. Поезд уже осмотрели. Что? Поезд, поезд. А, надо. Идите сюда. Вас как задут? Вапа Мухина. Несите в дальний вагон. Идите сюда. Вас как задут? Катя. Катя, держите, только аккуратно. Там хрупкая. Несите туда. Я же просила осторожно. Вы что, не слышите там стекло? Слушайте, будете на меня орать, будете сами носить. Куда? В тот вагон. Тащу коробки. Выводите проход. Здравия желаю, товарищ комиссар. Медсестра общего профиля сержант Чумакова прибыла в ваше распоряжение. Мне сказали, у вас недокомплект. Кто сказал? Товарищ Потапенко. Как вас зовут? Фаина Васильевна. Значит, вы воевали? Почти два месяца. А если точнее, 49 дней. Так хорошо. Товарищ Разумовская! Юлия Дмитриевна! Вот вам помощница, тоже медсестра. Объясните ей, что и как. Сейчас она вам выдаст обмундирование, халат и все такое. А вот это можно стереть. Зачем? Я не губами работаю, а руками. А руки у меня праведные, сестринские. Держите. Какой комиссар у нас, а? С таким комиссаром да на поезде. Женат? А вы вообще осознаете, куда вы попали? Конечно. Хотя передвижение войск — военная тайна. Куда скажут, туда и поезд. Несите в центральный вагон, только аккуратно. Красавчик! Извините. Извините. Олег! Санитарки есть. Девчонки хорошие, сильные, но хорошо бы еще одно. Кухню. Хозяйственную часть сформировал. Врачей не хватает. Трех единиц. Машиниста не нашел. Хирурга нет. Ваня! А я что могу сделать? По дороге подберешь? А машиниста? Тоже по дороге подберу. Викса далеко не убирайте, чтоб под рукой были. Так, это туда. И мыло к умывальнику. Клава, где? А где карболка и жидкий фермалин? Клава, несите инструменты. Извините, я вас там не поранил, нет? Меня немножечко предали. Прошу прощения. Прошу прощения. Даже приятно было. Очень приятно. Пардон. Очень приятно. Павел Сергеевич супругов. Ухо, горло, нос. Ну что же, и уши бывают, но они болят. Фима! Скоропортящаяся, срочно в ледник. Хорошо. Все. Так, что у нас здесь? Раз, два, три, четыре. Куда ты? Товарищ комиссар, не мешайте. Тут 30 килограмм, а раненый все 80 весит. Отдавайте. Аккуратно. Значит, тушенку и сгущенку в эндзе и до приема раненых не выдавать. Правильно. Жесткая экономия. Правильно. А чем состав кормить? Шонкой. На сладкое сахар выдавайте. Вот теперь понимаю. Вот правильно. Правильно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, да. Николай Евгеньевич, сегодня вечером Данилов собирает всех на планерку. Хорошо, спасибо. Что-то пишете? Это так, медицинское. Тоже хотел всю жизнь писать. Многие из врачей были писателями. Чехов, Булгаков. Я вот как-то все не соберусь. Подъем в шесть часов утра. Отбой в двадцать два часа. Не считая дежурств. Дежурные по вагонам лично отчитываются передо мной. Либо перед ночпоезду товарищем Беловым. Не допускается. Опоздание на дежурство. Пьянство. Неподчинение старшему по званию. Внеуставные отношения. Неаккуратность. Нарушение сангигиенических... Простите, у меня вопрос. А что это такое внеуставные отношения? Это те отношения, которые мешают исполнению непосредственных рабочих обязанностей. А если не мешают? Свободное доставление. Лишь, Чумакова, давайте не будем. Вы все прекрасно поняли. Просто не надо хвостом грудить. А если крутить, то так, чтобы никто не заметил. Товарищ Чумакова, еще один такой вопрос, и я вас с поезда приказом То же самое касается пьянства и азартных игр. За нарушение в 24 часа с поезда. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Еще вопросы? Свободные. Через 15 минут продолжаем движение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сомневаюсь, что такие, как она, вообще думают. Определенный тип женщины. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да как вы могли? Это не я. Оно здесь было. Я просто за Марли зашла. Не надо, голубушка. Его здесь не было. Она еще и врет. Я не вру. Какое вы имеете право. Иван Егорович, принимайте меры. Огородникова испортила аптечный стол. И самое главное, она хамит. Я просто требую уважительного отношения к себе. С какой это стати? Вы кто такая? Я человек. И это не я пролила ваш чертов йод. Огородникова, товарищ Огородникова, во-первых, Юлия Дмитриевна права. Вы, как младшая по званию, обязаны ей подчиняться. Во-вторых, порча оборудования, это... Да не я это. Что мне сделать, чтобы вы поверили? Да это я пролила. Думала, потом это тру. Это хорошо, что вы признались. Все равно, Иван Егорыч, я отказываюсь работать с Огородниковой. Категорически. Она не знает, что такое субординация. Огородникова, я не знаю, что такое субординация. Хорошо. Я разберусь. Идите. Будете работать с Ольгой Михайловной в Кригеровском. Для тяжелых. Огородникова, я не знаю, что такое субординация. Началось. Да, женский коллектив. Тоже не спите, Иван Егорыч? Непривычная обстановка действует. Ну, почему же непривычная? Просто едем в поезде, вот и все. Да, вопрос, куда едем? К фронту, товарищ военный врач. К фронту. Не понимаю. Такой поезд. Пускать на фронт. Это же вредительство. Фейна говорит, после первой бомбежки все окна повлетают. Это форменное вредительство, Иван Егорыч. А вы пошлите молнию к наркому. Такой прекрасный поезд. Гоним под бомбы. Защитите. Я могу иметь свое мнение. Я так же, как и все, еду на верную гибель. Как и вы. Трусите. Не люблю вы бессмыслного риска. Смерть за родину, по-вашему, бессмысленно? Да. Если по причине чужого разгильдяйства, да. Но пока мы еще не погибли. Пойду поезд и проверю. Мужчина, извините. Простите, я супругов Бавил Сергеевич, врач. Вторая полицейника. Вот справка о состоянии здоровья. Главврач уже подписал. Осталась только ваша подпись. Так может, нам? Послушайте, мне как раз санитарный поезд врачей нужен. Ну, я с радостью. Здоровья никак. Подлечиться нужно. Подлечусь и сразу, сразу в госпиталь на работу. Хорошо, Павел Сергеевич, оставьте документы и подождите за дверью. Да, да. Извините. 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 Позвольте, товарищ Данилов, все решился с вами в поезде, военком разрешил. Так вы же... Что? Не, не могу. Знаете, черт с этим болезнями. Совиза мучает. Кто вы по специальности? Я? Лор. Лор? Это ухо-горло-нос, что ли? Он сам. Туфу. Ну а... ホир? Ухо. Подкиднова, а ну-ка раздай мне тоже. Трефик Козырь. Моя любимая мать. Ну что, сразу сдаетесь? Ну почему так сразу. Ну тогда не плачьте. Отличный машинист. У нас всех дизельщиков обучили. Если он такой хороший, что же его до сих пор не взяли? Бьет? Руки золотые. Берите, не пожалеете. Михалыч! А спал и спать можно. Я у меня мальчик. Михалыч, комиссар пришел. Товарищ Данилов. Данилов? Кривцов. Санитарный поезд людей набирает. Пойдешь? Побегу. Да он же уйдешь. Ну и что? Вот они орут, что я в пьяном виде под колесо попаду. Я под колесо. Вот за десять лет у нас была хоть одна авария? Не было факта. Сами удивляемся. Ну что? Ладно. Только запомни, у нас в поезде сухой закон. Это понятно. Я ведь только одного требую. Уважение. Мне этого не надо, чтобы комсомольцы замечание делали. А вот это тебе на погоны. Ну что? Еще играться охота? Давай. Незвецкий за мной. Нужна радиоточка. Раненый придет в перевязку, посидит, послушай. Сделаешь. Ой, девочки, ну жарко. Я дверь открою. А это кто? Муж. Красивый. И хорошо. Почему? Охотница мог. Да я шучу. Просто не думала, что у тебя муж есть. Это я сама до сих пор удивляюсь. Спасибо. 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 Ты щетку взял? Взял. А ваксу для обуви? Взял. Буду писать тебе каждый день. А ты? Ну что ты делать-то будешь без меня, а? Я еще не придумала. Так, только давай без романтизма, да, маленький? Не знаю. Я как ты. Вы что здесь делаете? Иду в бойлерную. А вы? Какая бойлерная? Идите спать. Отбой. Обойдемте вместе. Товарищ Чумакова. Я? Я вам приказываю, бросьте этот тон и эти ваши шуточки. Товарищ комиссар. А я не шучу. Я такая, какая есть. Знаете, что означает мое имя? Фаина. В переводе с греческого. Сияющая. Фаина Васильевна. Я? Вы комсомолка? Да. Так вот, вам придется забыть все ваши привычки. Идите спать. Меня зовут Фаина. Меня прислал губком. Будем вашу культуру поднимать. А что вы делаете в свободное время? В церковь ходим. До сих пор ходите в церковь? Да по привычке. Клуба-то нет. Безобразие. А еще комсомольцами хотите стать? Стать. Стульчика никто не предложит? Спирт. Меняю на полкружки с кипитара. С кипитара-то зачем? Радости. Врачебная тайна. Разбавлять один к двуму. Не маленькие. А скипитар возьмешь у Низвецкого. Товарищ Низвецкий? Так. Вам плохо? Нет, все хорошо. Вам плохо? Я же вижу. Все хорошо. Все пройдет. Пройдет. Артист Самойлов, вам не родственник? Нет, я из Владивостока. Просто вы на него ужасно похожи. Вам никто не говорил? Нет. Значит, я первая. Самойлов. Мне сказали, у вас есть кипитар? Доктор, у вас есть какие-нибудь книги по медицине? Хочу почитать. А у меня есть справочник лекарственных трав. Потом пирогов. Врач. Слышали? Ой, Иван Егорыч, мы же подъезжаем к Ленинграду. Так. Жена. Что? У меня там жена, я мог бы с ней встретиться. Я не могу вас пустить из поезда. А телеграфировать, чтобы она сюда подошла? Времени нет. Вы ведь уже простились. Тем более использую телеграф для личных нужд. Я ничего не знаю о своем сыне. Я волнуюсь. Мы с ним так плохо расстались. Что-то я не то сказал. Пирожки Лялечкины любимые. Супчик. Ну давай, объясни теперь маме, почему ты с нами не едешь. Ну давай, мы ее ждем все. Мама еле достала эти путевки. Она, между прочим, думала о тебе, о твоем здоровье. Я уже договорился с друзьями. Это он договорился с друзьями. Значит, друзья тебе дороже, чем мама, чем папа, чем Ляля, сестра твоя. Знаешь что, дорогой мой сынок. Николай! Ну хватит, хватит. В самом-то деле. Мальчик вырос. У него свои интересы. Я сдам эту путевку. Игоречек, вот тебе косточка мозговая, очень полезная. Постой, Соня. А почему это Игорю предлагают мозговую косточку? А Ляля не предлагает? Может быть, Ляля тоже хочет мозговую косточку? Ляля, хочешь мозговую косточку? А ну-ка, сядь! Ну-ка, вернись! Ты смотри, ты сестру обрил! Коля! Коля, ну, Николай! Ну, сядь! Ну, ты видел, а? Ну, что ты в самом деле? Ну, за какой-то костью. При чем тут кость? Соня, давай будем откровенны. Наш сын вырос самовлюбленным юнцом, без всякого уважения к людям. А это все потому, что... О, вернулся. Игорючек, а вот твоя косточка! Коля! А что ж ты косточку-то не съел? Ой, Ольга Ивановна, здрасте. Николай Викентьевич, война началась. Ну, что, приехали? Куда приехали? Не видно. Да. Ленинград бомбят! Кого бомбят? Ленинград бомбят! Что такое, товарищ? Ленинград бомбят! Что? Ленинград бомбят! А там же... Там же Сонечка. Ленинград бомбят! Я не могу. Каждый день есть пшенку. Не могу. Спасибо. У вас есть что-нибудь другое? Что дали, то и есть. Кушайте, кушайте. Кушайте, кушайте. Нет, но мы не можем так питаться. Доктор, не у каждого желудок такое вынесет. Зашел продукты, ясная идея. Да, а потом мы удивляемся, откуда на рынках тушенка. Надо просто морду ему набить, тогда будем нормально питаться. Доктор, Николай Викенович, Ленинград скоро. Три часа стоим. Три часа. Спасибо. Девочки, извините, я... Уберите, пожалуйста. Ну, куда нас поставили, а? Просто какие-то железнодорожные джунгли. Я вот ленинградец, и я здесь никогда не был. Я не понимаю, вообще, где мы находимся? Соня! Сонечка, я здесь! Стой, да, стой. Здравствуй, Соня. Ну, Дем, как ты меня нашла-то, а? Ой, тут так, что запутанное дело нашло. Курочка. Подожди, 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 познакомься. Это Иван Егорыч, Данилов. Данилов, очень приятно. Здрасте, Софья. Это моя Сонечка. Я понял, да. Пойдем, я тебе покажу мои купы. Николай Викторович, у вас сорок минут. Это моя Сонечка. Сорок минут. Пойдем, пойдем. Побежали, побежали, побежали. Побежали, побежали, побежали. Так, давай. Давай. Опа, опа. О, папка идет. Папка идет. О, папка. Ай. Иди сюда. Держи. Спасибо. Завтра вместе будем запускать. Не порежь. Обедать будете? Буду. Открывай. Это мне? Сегодня в тресте праздник. Начальство с женами придут. Приведи себя в порядок. Чтобы не хуже других была. Oui, c'est świat. Oui, c'est ét pas grand. Oui, c'est mairie. C'est un nit, c'est une último. Merci. Bref. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята! АПЛОДИСМЕНТЫ Здрасте. Выживаемость молодняка 20 процентов. А они кричат, корма плохие. Я им говорю, товарищи дорогие, подчините стойло. Здорово, мужики. Нечем говорят. Здравствуйте. Ничего не дают. Так пойдите в лес, нарубите дозы. Да. Щели хотя бы закройте. Здрасте. Нет, а потому что не свое, совхозное. Всего доброго. Ты в отпуск пойдешь? Я ведь для тебя путевка беру. Кагра или гурзу. А? Да иди ты со своими отпусками. Ну, Евдокия Семеновна, выбирайте. Кагры или гурзу. Ой, я не знаю, это как Иван Горыч скажет. Вот и подумайте. Вот это, Джек. Я домой пойду, голова болит. Только пришли. Вечно жалуюсь, что никуда не ходим. Вышли, голова заболела. Здравствуйте. Здрасте. 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 Я не капризничаю, просто я больше не хочу в эти клубы. Всю жизнь сидишь дома, в обнимку с кастрюлями, одичала совсем. Учиться не хочешь, хоть бы книжку почитала какую. Когда мне учиться, на мне хозяйство одеть, накормить. Все. Опа. Иван Горыч, браво. Субтитры создавал DimaTorzok Извините. Начальник АХЧ просил передать, сейчас принято вам покушать. Спасибо. Спасибо. Ой, как пить хочется. Прошу, я сам. Наш начальник АХЧ, он знаешь, чем нас кормит? Чем? Исключительно пшенкой. Пшенкой! Тебя ведь не посылают на окопы? Ну, я сама пойду. Бьёт нас. Сильно бьёт нас, Коля. Да, бьёт. Но это пока. Как там Ляля? Игорь? Ляля служит. Их должно быть тоже скоро на окопы пошлют. Игоря забрали. Куда? Не знаю. Кажется, в район Пскова. Не могу. Не могу я больше эти сводки слушать. Слушай, не надо плакать. Да всё. Не надо. Спасибо. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Пшенка. Пшенка. Ну, стоять погружать! Откорки, вы чёрки! Николай Викентьевич, поступила телефонограмма. Приказ из штаба. Выдвигаемся по направлению ко Пскову. Псков. Это хорошо. У меня там сын, Игорь. Это хорошо. Пойдёмте. Крупное танковое сражение, в котором с советской стороны участвовало около ста танков, а со стороны противника не менее 250. Противнику был нанесён ощутимый урон. Он потерял несколько десятков танков и бронемашин. И ещё несколько машин было уничтожено в непосредственной близости от Пскова, возле реки Черёхи. А я слышал, что наши отступают и отступают. Это временно. Я уверен. И ещё одно очень важное сообщение, товарищи. Приказом военно-санитарного управления наш состав полным ходом движется туда, где героически сражаются наши солдаты. по-моему, поэтому прошу всех быть максимально готовыми к исполнению своих непосредственных обязанностей. Началось. началось. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Во мне течет греческая кровь. 25 процентов. Мой дед был грек-киприот. Черт знает что. Я не могу больше есть пшенку. Вы понимаете? Я не могу больше есть пшенку. Это издевательство. Согласен. А где Соболь? Я ему морду набью. Соболь, выходи. Мы все равно тебя найдем. И зажарим твою Соболетину. Бывают же обстоятельства. Товарищ Незятский. С вашим диагнозом пшенка не самый лучший продукт. Товарищ. Между нами Соболь здесь совершенно ни при чем. Это приказ товарища Данилу. Может быть, Николай Викентьевич наконец расскажет Ивану Егорычу? У вас ведь тоже есть полномочия? О нет, я боюсь есть основания. Иными словами, вы просто боитесь. Вы же начальник поезда. Я не отвечаю за рацион. А за что вы вообще отвечаете? За что вы вообще отвечаете? Я беру. Кто-то чем-то недоволен. Есть недовольные. Меня нельзя одни пшеном кормить. У меня манометры, котлы, напряжение. Я вообще могу из-за вашего рациона под откос пояс пустить. С таким рационом. Я вам не голубь. Иван Егорыч, я понимаю, экономия. Но нельзя экономить на людях. Вы понимаете опасность скудного рациона? Понимаю. Неизвестно, сколько будем стоять. Неизвестно, сколько будет раненых. Потерпите! Мы не в самом плохом положении. Мы в детдоме каши с тараканами ели. Ничего. Саратов в голод. Люди людей ели. Давайте вспомним. Посмотрите. Посмотрите на эти деревья. Может быть, мы их видим в последний раз. Морщать! Предупреждаю. Трусы, паникеры и саботажники будут мною лично переданы военному трибуналу. А в боевых условиях расстреляны на месте. Я пошутил. И шутники тоже. Иван Егорыч. Хотите сделать ампутацию? Трепанацию, операцию. Павел Сергеевич не военный. Он человек мирной профессии. Ему все это непривычно. Не надо кричать на людей. Такая шутка, Она удивительная, удивительная, удивительная. Ну не проходит же это делать, но знайте. Да-да. Я их понимаю по поводу рациона, ну правда, ну скудный рацион. Николай Евгеньевич, а вы понимаете, что будет, если все начнут обсуждать приказы командира? Я не обсуждаю, ни в коей мере. Так, надо окна закрыть, прокоптим все белье. Так, Фаина Васильевна, распорядитесь закрыть все окна, а то мы прокоптим белье. Окна? Окна закрыты все. Николай Евгеньевич, окна вылетят при первом же разрыве, это глупо. Товарищ Соболь, шутка повторяется. Придумать что-нибудь, ну, новенькое. Жмот. Ну, здрасте. Воина Васильевна, вы почему себе позволяете такой тон? В какой тон? В разговоре с начальником поезда называете его распоряжение глупостями. Если вы забыли устав, я напомню. Помню. А окна, они и правда вылетят. И в вашем любимом вагоне аптеки. Окна надо открыть. Я прекрасно помню устав, я не новичок, но товарищ Данилов, я прежде всего женщина. Поехали. Равно? Нет? А должно быть ровно. Сестра Смирнова забыла вложить мандрен. Зачем вы ей дали шприц? Она делала укол монтеру Незветскому. У него ужасные боли. Сестра забывает вложить мандрен в иглу. А вы знаете, что без мандрена игла может заржаветь. Юля Дмитриевна, не переживайте. Я все сделала сама. А кто будет переживать? Я должна переживать. Если дальше так пойдет, мы не сможем ей доверить ни одного предмета в перевязочной. Берегите нервы. Юля Дмитриевна, нам еще вон предстоит. Нет, но я так больше не могу. Не могу стоять без дела. Клава, а где Данилов? Данилов ушел в акупункт за бригадой хирургов. Просил никого поезд не покидать. Почему он решил, что мы покинем поезд? Интересно, что она о нас думает. Это хирурги. Усиление. Три хирурга, три стола. Один в перевязочной, два обмывочной. Ольга Михайловна, военной я. Инструментов, халатов хватит. Помывочной. Закрыть окна, вскипятить воду, включить свет. Мойте столы. Клава, уберите стекла. Павел Сергеевич, это не так. Мы по своей части все подготовили, проверили, точно? Значит, все готово? Все проверили? Повторяю еще раз. Выдвигаемся в сторону Паприки. Для всех повторяю. Выдвигаемся в сторону Паприки. Где Зублугов? Пал Сергеевич! Где Зублугов? Мат Сергеевич! Мат Сергеевич! Поторопитесь, пожалуйста! Что? Так, все за мной! Бегом! Марш! Остановились. А почему? Вообще, всё это неправильно. Что? У нас кто-нибудь объяснял правила безопасности личному составу в боевых условиях? Я очень сомневаюсь. Очень! У нас ведь только указания могут давать. У нас очень мало людей. Кто будет возвращать носилки? Кстати, сколько? Трое? Прекрасно! Прекрасно! А если понадобится полицейская помощь в поезде? А я здесь. Вот почему? Павел Сергеевич, помолчите. Сухоедов, носилки приготовь. Кострицын! Санитарный поезд далеко! Налево, за будкой, по дороге. Найдёшь? Кладите сюда! Найду! Сам дойдёшь! Хорошо! Пацана, вози! Осторожней! Хорошо, иди! Медведев, ну что вы трясёте? Да не трясу я! Павел Сергеевич! Всё, отойдите! Да-да. Да, сейчас. Кострицын! Кострицын! Живы! Уносите! Уносите скорее! Уходить надо! Взяли! Взяли! Понесли! Взяли! 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 Товарищ Соболь! У меня к вам будет просьба! Да! Нет, это приказ! Да! Значит, приготовьте сегодня ужин! На сто двадцать, двести двадцать человек! Сегодня будет много, много раненых с сегодняшнего дня! Подождите! Только, только вы приготовьте не вот это вот ваше, а! Приготовьте не вот это вот, а сделайте манную кашу! Сладкую! С вареньем! Потом кофе, чтобы было! Печенье! Маргарин! 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 Да! Пятьдесят грамм! Пятьдесят! Так, я ничего не забыл! Не-не-не! Вон, собирают все же! Я вам позже скажу, сколько будет точно народу! Хорошо! Сюда все! Быстро! Быстро! Но者? Пятьдесят грамм на 120! Пятьдесят грамм на 110! Пятьдесят грамм на 120! Пятьдесят грамм на 120! Шесть тысячу! Значит, готовим ужин на две... На сто пятьдесятть человек! Ну, так, а Маргаринка... Маргаринà! Пусть лежит, где лежала. До возвращения Иван Игорь Ильич! Работ. Чуть-чуть! Юра Дмитриевна! Юра Дмитриевна! Что здесь? Режьте сапог. Чего ты? Режь! Скажу тебе незначительное дело, даже кость не задета! Режь! Дверь! Дверь придержите там, куда все прок! Так, так, так! Все готово! Не мешайте вы, доктор! И так тесно! Спасибо, мама наша! Все хорошо будет! Потерпи! Бойка, Михална! Пинты! Юрий Дмитрий, что у вас? Не мешайте, пожалуйста! Ольга Михайловна, воды! Кто просил? Кто воды просил? Бас! Серый, бас! Дай бас! Серый, дай бас! Серый, дай бас! Серый, бас! Бас, Серый! Держите! Серый, дай бас! 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 Доктор, четырнадцатый вагон горит! Ураненые! Ураненые в вагоне есть! Да нет, там никого! Там Динамо, товарищ Голов! Нужна вода! Давайте в воду лейте! Нужны пожарные! На станции должны быть пожарные, надо вызвать пожарных! Да какие пожарные! Отцеплять надо! Отцеплять! Отцепляем вагончик! Рада, помощь нужна как специалист! Вагончик отцеплять надо! Да, матери своей вели отцеплять под бомбами! Там раненые! Что, вагонов погибла я тебе? Что? Твой отцеплять должен! Отцепляй! Я сказал, отцепляй! Ну-ка, ну-ка! Погоди сюда! Отцепляй! 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 Что вы стоите! Лейте в воду еще! Еще воды! Лейте! Лейте уже недавно! Вождь! Красиво! iToke! Павел Сергеевич, вы в порядке? Да, сарапин. Проверяйте. Павел Сергеевич, вы в порядке, вы в порядке, вы в порядке, вы в порядке. Павел Сергеевич, вы в порядке. Павел Сергеевич, вы в порядке. Павел Сергеевич, что вы делаете? Павел Сергеевич, вы опять ворон ловите. Займитесь делом. Пойдемте. Павел Сергеевич, вы в порядке. Лена! 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 Здесь, товарищ Данилов! Я здесь! Уходи! Вы как? Супругов, вы как? Павел Сергеевич, спасибо! Повязки! Санитары! Надо надеть! Потом! Уходить надо! Все. Все, не могу больше. Доктор, я вас провожу. Я тоже не могу. Пойду хоть переоденусь. Мне уже тошнит от вида крови. Я тоже пойду. Пойду. Врача пропустите! Чистое белье это сегодня вы стыр. Соболи передаете, пусть завтрак подает. Но еще никто не завтракал. Я сутки не ел. Людей из-под завала доставал. Быстро. Передам. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Теплая. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Павел Сергеевич, Павел Сергеевич, пожалуйста. Павел Сергеевич. Тихо. Павел Сергеевич. Павел Сергеевич. Павел Сергеевич. Ольга Михайловна просыпалась. Занеслю. Юлия Дмитриевна, где? Николай Викентьевич, спали? Спал. А Юля Дмитриевна не спала? Надо спать. Идите. Надо работать. Не сбивайте. Я вас сменю. Идите. Не надо. Идите, идите. На. Спать, 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 спать. Все хорошо. Иди. Идите, выпейте. Сейчас. Это приказ. Вы не имеете права не подчиняться. Идите. Идите. Сейчас. Пожалуйста, чай, Павел Сихович. Чудеса. Жизнь становится менее обременительной. Сгущеночки там нет? Велено не давать. Для меня. Сейчас принесу. Дайте мне чего-нибудь. Чаю. Крепкого чаю. Может кофе? Кофе. У нас есть кофе. Юлия Дмитриевна, дорогая, если б вы знали, как я рад вас всех видеть. Раненых все больше. Куда мы их всех денем? Кстати, бомбить перестали. Может отбили? Сегодня ночью я думал, что больше никого не увижу. Вагон, поезд. Вас вспоминал. Я думал, вот так вот сядем с вами вместе, поговорим, выпьем крепкого чая. Да, странное существо человек привыкает быстро ко всем ограничениям. Вообще, возможности человеческой психики не ограничены. Привыкает ко всему. К бомбам. К смерти. Ко всему. Может, аккумулятор сел? Я проверял. Все нормально. Вы еще раз попробуйте. Рябина, рябина. Я Бурлак. Я Бурлак. Прием. Это что такое? Товарищ Данилов, тут дети этой даже годы наберут. Вы понимаете, что это поезд для раненых бойцов Красной Армии, а не для гражданских? А что если комиссия? Вы представляете, что с нами будет? Что с ними будет? Все ваши комиссии глубоко. Сержант Чумаков, а что за разговоры? Я не буду их выгонять. Давайте сами. Давайте, давайте. Возьмите. И так и скажите вашей комиссии. Передайте Соболю, что я разрешил накормить. Ну-ка, голубчик. Ну-ка, покажись. Так. Ну-ка, моргни глазами. Моргни. Сейчас, сейчас посиди. Так, идите сюда. Идите сюда. Вот сюда можно положить еще один матрас. Ну-ка, бойцы, подвиньтесь. Так, здесь двое, двое. Вот сюда можно. Сюда. Ну-ка. А столовая-то где теперь будет? Да вы работайте, столовая вам. Иди сюда. Ну-ка. Ну-ка, голубчик, иди ко мне. Доктор. Вот так. Николай Викинин. Давай, давай. Куда вы раненых на пол? По инструкции не положено. А на улице под бомбами положено по вашим инструкциям? Пойдемте со мной. Надя! Еще десять человек можно. В столовую. Сюда. Иван Егорыч, вам бы отдохнуть. Вы же не спали совсем, а? Почему по два человека? Давайте, Иван, 15 минут поспать и все. Почему по два человека на одну кровать? Иван Егорыч, это все легкие ранения. Мы потом их переспределим. Гражданки, что здесь делать? Вы откуда? Вот-вот, излохни я. Немец нашу улицу раздолбил снарядами. Наши утекли, а мне осколок в лоб попал. Не знаю, что делать. Не бросать же его в городе. В немцы, понимаете, в немцы. Вот идут они, вон они, вон. Мы всех гражданских высадим на ближайшей станции. Мать пишет, управдом дровь не дает. Весенние нормы у них. А у нас там трое сопляков по лавкам. Лен, ну ладно тебе. Подумаешь, не пишет. Напишет. А не напишет, черт с ним. Мужикам вообще верить нельзя. Ты-то откуда знаешь? Опыт, дорогая. Опыт. Расписаться успели? Нет. А ты чем думала? Без бумажки-то никто, а с бумажкой вдова-солдаты. Плюс поем. Замолчи. Любишь говорить то, чего не знаешь. Вот зачем они это делают? Нельзя им, не продавайте. Нельзя им, понимаете? У тебя диета. Нельзя, не продавайте. Понятно? У тебя диета. А я хочу пирожок. Давайте. Залезли. Давай, давай, давай. Пирожок. Нельзя им это есть. Здравствуйте. А ну-ка, зашли все в поезд, быстро. Опять в фаи не попадет. А и пусть. Терпеть ее не могу. Ты видела, какие у нее трусы? С кружевами. А кому вот это показывать? Кто это увидит? Развратная. И Данилов ей замечаний не делает. К нам ко всем придирается, а она, видите ли, на особым положении. Перестань. Данилов женатый человек. Ты наивная, как я не знаю кто. Ну и что ж ты женатый? Он жене свои писем не пишет. Да ты одна ничего не замечаешь. Комиссар наш выбьется. Их довод против местной анестезии состоит в том, что она занимает слишком много времени. И не всегда получается общее обезболивание. А вопрос полного обезболивания состоит только в умении и все. Николай Викентьевич, что вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы меня поддержали. Юлия Дмитриевна, она прекрасный специалист, но она не врач. А в последнее время она слишком много на себя берет. Хирурги слушаются во всем, а это неправильно. Хирурги. Откройте. Кофейн открой. Открепайте. Откройте. Ваина Васильевна. Ваина Васильевна. Ваина Васильевна. Ваина Васильевна. Я вас прошу, у гамониды своих трохиатомиков, они приношили в вагон, спирт и папиросы. Я понимаю, вам, конечно, некогда, но какой персонал, такие и больные. Так, отлично. Пирогов объели. Все, надоело. Я слышу, все, все, все расскажу Данилову. Все, черту к чему, надоело. Ну все, Ивашкин, давай заказывай мне венок на могилу. Я сейчас тебе такое, такое промывание устрою. Внукам рассказывать будешь. И еще одно сообщение, очень важное, товарищи, приказом санитарного управления наш поезд для перевозки раненых из прифронтовых госпиталей в тыловые переводится в тыл. Еще вопросы? У меня вопросы. Давай-ка, никому, пожалуйста. У меня вопрос по состоянию ухода за легкоранеными в вагоне номер 10. Товарищ, так нельзя, надо что-то делать. Только за вчерашний день у нас произошло два ЧП. Больные? Объелись пирогами. У двух началось острое расстройство стула. Еще у одного рвота. А потом в мой вагон двое больных с трахеотомией, Сушков и Милконян, Пронесли спирт, папирос, Вставили Антонову папиросу в рот, Налили туда спирт и подожгли. Красавчик! Так, товарищи! А что здесь смешного? Между прочим, Антонов после тяжелейшей трепанации. Хорошо, что я вовремя все это заметила. А происходит это только по одной причине. Потому что некоторые, которые должны следить за своими больными, Вот позволяют тут совершать такие прогулки. Ой, Михаил. Извините. Некоторые, это должно быть я. Нет, я все-таки схожу, извините. Очень легко. Следить за тяжелоранеными после трепанации и ампутации. А у меня? Каждый груженый рейс. Целый вагон, не тяжелых, да. Нормальных, здоровых мужиков. Которые хотят Пить, курить. С поезда сбегать. Дело надо делать и меньше с собой заниматься. И вот это вот тюрбаны на голове накручивать. Товарищи. Конечно, есть правила, которые нужно исполнять. Но есть и исключения из правил. Когда раненый выздоравливает, у него совершенно меняется мировосприятие. Состояние эйфории. Это сродни действия опиума, алкогольного объединения. Товарищи кричит все его существо. Я жив. И поэтому он идет и покупает тебе папиросы. Именно, Ольга Михайловна, именно. Он делает все, что дозволено здоровому человеку. И даже больше. Ему кажется, что он бессмертен. Что он неуязвим. А теперь посчитайте. Полный вагон практически здоровых мужиков. Под ответственностью одной хрупкой женщины. Инна Васильевна, несмотря на то, что Юлия Дмитриевна неожиданно выступала в вашу защиту, я бы вас все-таки попросил привести себя в более уместное состояние. На самом деле, зачем это все? Прически, ресницы, помада. Неужели нельзя без этого? Вы так-то не поняли. Вы не понимаете? Чего? Да все ради вас. А вы так ничего и не поняли. Ради вас я сдаю каждый день на полчаса раньше, чтобы привести тебя в порядок, потому что я хочу вам понравиться. Я очень хочу вам понравиться. А это очень глупо, потому что вам не нравятся такие женщины, как я, да? Вам нравятся женщины мыши с ночью, устава, а я не такая. Я просто женщина, и я ее останусь, даже если меня разорвет на тысячу кусков. Когда надо перейти, то есть, я понимаю, что вы не зарегулируете своих ==== Продолжение следует... 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 Нет необходимости. Ну, как ж так, батенька. Ну, вот я простой терапевт. Ну, в таких случаях... Ну, вы же хирург. Мы советовались. С коллегами. С Юлей Дмитриевной. Я не врач. Я просто медицинская сестра. Надо делать, давайте делать. Для чего эти споры? Стоять! Чем это вы тут занимаетесь? Так. Можно я? Иван Егорыч, вот списки выбывших. Спасибо. Такое дело. На выходе заканчивается стритоциды на два дня. Рибанол, фруцелин, йод, перкиси водорода. Я в курсе. Антисептики, перевязочный материал. Хорошо, хорошо, хорошо. Я сделаю. Вы когда заказываете, просите больше. Сколько по норме положено, столько и возьму. Но нормы далеки от реальности. А давайте сделаем так. Давайте оставим в списках несколько человек. Так нас не урежут в лекарствах. Только до следующей станции, потом вычеркнем. Мы же не для себя стараемся. А если будут проверять, хотя я не думаю, кому это нужно, мы все возьмем у себя. Ну или скажем, ошиблись. Да? Да. Иван Егорыч, мы просто предлагаем найти выход из тупика. Или завтра нам придется затыкать раны грязными тряпками, или лечить заговорами. Ну, то, что Фаина Васильевна склонна к авантюрам, это я уже понял. Но вы-то, коммунистка, предлагаете мне подлог. Фаина Васильевна, идите отсюда. Юлия Дмитриевна, в последнее время, общаясь с вами, я все время чувствую себя виноватым. У меня ощущение, что не вы у меня, а я у вас в подчинении. это субъективное ощущение. Вы просто не знаете всех тонкостей нашей работы. Я понимаю одно, что вы и с доктором Беловым разговариваете безобразно, и со мною. у вас безобразный тон. Вы отличный специалист, но незаменимых у нас нет. Помните об этом? Я запомнила. Идите. Подумайте о медикаментах, пожалуйста. Да, и по поводу девочки. Я договорилась, фельдшеры отвезут ее в детдом. Идите. Юлия Дмитриевна, Иван Игоревич, есть решение вопроса. Слушайте, гениально. Давайте впишем в журнал учета раненых еще 10 человек. Хорошо, 8, 5, давайте 3. Да. Так мы далеко не уедем. Иван Игоревич, нам для нормальной работы необходимы в достаточном количестве амидопирин, анальгин, стриптации. Что? Фурцелин, антисептик. Туда, туда. Потом перевязочный материал. А что ты мне в Ваньку-то валяешь? Он говорит, не брал, телега не лая. Угля была куча, вот, осталось, вот. Ты же вчера приехал на санитарную. Вот сейчас вы на запасном стоите. Ой, Иван Игоревич. Здравия желаю. Здравия желаю. Я же просил, без самодеятельности. Вы мне уж, пожалуйста, расскажите, почему Тулар-Харовец наш уголь тынет, а? Я сам по себе. Я инвалид. Да он правда инвалид. У меня справка есть. Вот. Там все написано. Он за свои действия отвечает. Иван Игоревич. А значит, биполярное расстройство, что такое? Вроде как психоз. Ему все время кажется, что угля не хватает. А у нас угля, вот, спасибо вам. Мы по норме все получаем. Уважаемые товарищи, вот посмотрите на них. Хорошо устроились? Вопрос. Кто мне мой уголь вернет, а? Откуда ты знаешь, кого мы везем? Интересно. Давайте все послушаем. И кого? Может, твоего сына. Что бы я больше этого не видел? Как тебе это вообще в голову могло прийти? На то, что нам дали, мы вообще никуда не уедем. Раненых поморозим. То есть, это происходит с самого начала? Молодцы. Молодец. Егорыч, ты с облака слезай иногда. Немцы в село зашли? Мы все в сарай попрятались. А они на мотоциклах, здоровенные. Нихт-нихт. Девочка. Ком-ком. Их бин цук, ай батунг. Болен забита. Шнелли, шнелли. Васька здесь? Там Данила с фельдшерами. В дедом хотят ее отправить. Прячься давай. Ботинки, ботинки убери. Дай сейчас. Сейчас. Да, да. Васька здесь? Нет. Нет. Так. Почему беспорядок в купе? Так, шкафчиков недостаточно. И я. Что это за куча? Это наше белье грязное. Стирку собираем. Уберите все, пожалуйста. Ваську найдете ко мне? Угу. Влезай. Ну что, Василиса, теперь ты на нелегальном положении. Иди. Так, так. Садись. Ты здесь ничего не трогай, Юра Дмитриевна. Берегись. Ну хватит. Все. Тихо, тихо. Все. Все, все, все. Васька, я чем? Юра. Я прошу вас. Все, все, все. Что? Все, хватит. Все, хватит. Хватит. Тебе же нравится, я же вижу. Ну иди ко мне, хорошая моя девочка. Люблю, люблю, люблю. Люблю, люблю. Раз любите, женитесь. Что мы к собаке, честное слово. Женюсь, женюсь, конечно. Вы уже обещали. Значит так, или в ближайшем фугуке мы подаем заявление, или я всем скажу. Что? Я хочу, чтобы все как-то по-человечески было. По-человечески? Ты что, дура совсем? За аморалку вас посадят. Ой. А ты, хорошая моя девочка, у солдат Красной Армии воруешь с гущенку. И ты за это сядешь. Надо все сказать. Я тебя очень прошу. Никому не говори. Слышишь? Меня посадят. Понимаешь? Фу. И как ты с ним целовалась. Да тебе этого еще не понять. Я его люблю. Это я как раз понимаю. У нас в селе одна девушка по любви утонула. Так она потом вся синяя и распухшая стала парой являться. Так что любовь, это прям ужас. Попьем за самую прекрасную женщину нашего подвижного состава, за Фаину Васильевну. Ура! 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 Тише, тише. Ну почему вы жите? Товарищ Данилов, мы здесь. А у меня сегодня день рождения. Поздравляю. Присоединяйтесь. Работы ведь сейчас немного. Мы отдыхаем. Отдыхать будете после войны. А вы, товарищ сержант, своими штучками, помадами, музычкой, пошлядскими причесочками развратили мне уже весь поезд. А ну-ка, дыхните. Что? Вы прекрасно слышали, что я вам сказал. вы пьяны. Да. Я выпила два глотка в свой день рождения. Мы здесь все выпили. Давайте все подышим. Странный вы человек, товарищ Данилов. Для вас важны только ваши ровные отчеты, которые вы чертите своими бессонными ночами. гоните нас всех и останетесь один. Всем присутствующим выговор, а сержанту Чумаковой с занесением в личное дело. Сухоедов, стол сжечь. Сухоедов, стол сжечь. Фаина Васильевна, Фаина Васильевна, Фаина Васильевна, подождите, Фаина Васильевна, стойте, стойте, прошу вас. Отойдите от меня. Вы не берите близок к сердцу. Отойдите от меня. Отойдите от меня! Настя, конечно. Можно? Присаживайтесь. Иван Игоревич, что такое приказ, я знаю. Сжечь бельярный стол, дело 15 минут. Вопрос, зачем? Ну, посудите сами. Кино нету. Книги люди давно уже все перечитали. Никакого досуга. Досуга? А вообще в курсе, что война идет? Ну, мы уже поняли, что вы человек особенный. И даже в чем-то железный. Но не всем же героем это быть. Героизм в нашей стране. Это естественная функция людей. Ваша функция, моя функция. Нет, знаете, Иван Горьич, вы мне никогда не докажете, что героизм это естественная функция. Героизм это красота человеческая, это взлет человеческого духа не доктора. Такие таланты вырастут. Мир ахнет. Это вы упрощаете вопрос. У нас в стране 200 миллионов народу, и что, 200 миллионов героев? Возможно. 200 миллионов минус один. Из меня герои не уйдет. Минус два еще супругов. Все, надоело. Стыдно. Стыдно. Я уже письма в ЦК написал. На фронт хочу. Там люди кровь проливают, а у нас здесь досуг. Понимаю, что все немного устали от недостаточной нагрузки. Но скоро будет новая партия раненых. Работы будет много. Пока предлагаю оставшееся время потратить на всем нам полезное и нужное дело. И своими силами отремонтировать сгоревший вагон. Тут кто-то жалуется, что мало у нас досуга. Люди скучают. Так вот я считаю, что лучший способ борьбы со скукой это общественно полезный труд. Согласны? Ну, в общем... Конечно, да. Извините. Так, разрешите? У меня, товарищи, лично возникают большие сомнения по поводу такой необдуманной постановки вопроса. Подобная инициатива вещь, конечно, хорошая. Начальству, опять-таки, понравится. Но не слишком ли мы сильно нагружаем наших людей? Всему есть свое время и место, товарищи. Ни для кого не секрет, что во время перегруженных рейсов мы все работаем на износ. они должны когда-нибудь отдыхать? Я вас правильно понял. Все отказываются. я не отказываюсь. Давайте проголосуем. Кто за то, чтобы отремонтировать вагон и прошу поднять руки. Опустите. Кто против? опустите. А вы, доктор, за или против? Я воздержался. я не умею ремонтировать вагоны. Дорогие мои девочки, я человек одинокий. Семья у меня не сложилась. А сейчас я думаю, что вы все и есть моя семья. Павел Сергеевич, Павел Сергеевич, девочки. Павел Сергеевич, вы, как вы ему ответили? Как он весь призеленел? А зачем нам отдыхать? Соболь будет рад. А в туалет окончание сорок пять секунд. А в городе, знаете, кино, идиот. Скаточников. Я вижу, обожаю. Давайте пойдем, у нас три часа свободного времени. Павел Сергеевич не отпустит. Так. Идите, я вас прикрою. Кто? Кто? Все, пойдемте. Нет, нет, мне надо к собранию подготовить. Павел Сергеевич, вы мне книгу обещали. Да, 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 я занесу. Идемте. Все. Вот, послушайте, я хотела с вами обсудить. У Ленина в философских тетрадях. Не голое отрицание, не зряшное отрицание, не скептическое отрицание, колебания, сомнения, характерно и, несомненно, существенно в диалектике, которое, несомненно, содержит в себе элемент отрицания. И при том, как важнейший свой элемент, отрицание, как момент связи, как момент развития, с удержанием положительного. Вы понимаете, какая глубокая мысль? Юлия Дмитриевна, скажите, а вам правда это интересно? Конечно. А вам нет? Я хочу с вами быть честным. Мне это совершенно не интересно. Я понимаю, что мое высказывание вызовет вас ужас. Более того, вам это тоже не интересно. Вы ошибаетесь. Юлия Дмитриевна, давайте сбежим в кино. Нет, я не могу. Решайтесь. Извините, нет. Недостатки у человека как бы являются продолжением его достоинств. Но если достоинства продолжаются больше, чем надо, обнаруживаться не тогда, когда надо, и не там, где надо, то они являются недостатками. И вот невесту молодую ведут на брачную постель. Огни погасли, и ночную лампаду зажигает Леля. Свершились милые надежды, любви готовятся дары. Читай, читай. Свершились милые надежды, любви готовятся дары, падут ревнивые одежды на цереградские ковры. Вы слышите ли влюбленный шепот и поцелую в сладкий звук и прерывающийся ропот последней ропости супруг в восторге чувствует заранее. Кто там? Данилов. Я опоздал. Ваня, ты чего? Я же отменила репетицию. Ты же мокрый. Иди сюда. Снимай куртку. Сейчас будем чай пить. Ну, пей, согревайся. ты ты знаешь, как погиб Титаник? Нет. Титаник... Титаник был... Титаник был огромным кораблем. Самый большой и самый современный. У него на борту можно было увидеть очень много знаменитых людей и богатых. сцены. Георгия Дмитрия, в чем дело? Где все? Через полчаса отправка. Они скоро вернутся. Субтитры создавал DimaTorzok Свет Всем сотрудникам санитарного поезда номер 344 срочно покинуть здание кинотеатра За вас задержали отправку состава Идем? Извините, сейчас продолжим Иван Егорыч, вы понимаете... Я вам не Иван Егорыч, я комиссар поезда И я вам обещаю крупные неприятности, идите Крупные неприятности Субтитры создавал DimaTorzok 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 Конечно, он вас очень уважает Ой, Юль Дмитриевна, давайте не будем Николай Викентьич, мы вас очень любим и ценим Если я себе и позволяла что-то, то это в запале сгоряча Поверьте, я не со зла Хорошо, хорошо, я попробую Только вы не понимаете, если Данилов что-то решил, я уже ничего не смогу сделать Нет Нет Это вы не понимаете Вы все можете Все В связи с самовольной отлучкой части персонала Наш поезд Будет ждать коридор еще сутки Это значит, что раненые Приготовленные к отправке С гнойными ранами Переломами Невыносимой болью Будут ждать нашей помощи Еще сорок восемь часов Минимум Я не буду в этом разбираться Этим займется наше с вами начальство Я подам рапорт, в котором назову вещи своими именами Иван Егорыч Я с вами абсолютно согласна Наше опоздание к раненым недопустимо Скажу еще Я знала про этот поход и никого не остановила Поэтому Как на коммунисте и парторге Вся вина на мне Вы ошибаетесь Если считаете, что ваше заступничество что-то изменит Знаете Я понял одну вещь Важную На войне Есть нужные люди И совершенно ненужные И совершенно ненужные Середины нет Разойдись Николай Викторович Николай Викторович Вы приказ 227 знаете? Не шагу назад Здесь тоже фронт Почему мы здесь развели курорт? Чем мы лучше? Милосердие Вам такое слово знакомо? Извините Я устал Хочу спать Милосердие Вы обязательно попробуйте Попробуйте Милосердие Попробуйте Дай-ка ящик с бастями. Дай-ка ящик с бастями. Здрасте. 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 – Здравия желаю! – Здрасьте, здрасьте! Здрасьте! Ну, вот и материалы нашлись. Доктор нашел. Танюк, какой толщины доска? На глазок, а? – Тридцать пятка. – Сороковка. – Тридцать пятка? – Спорим? Сороковка. Ну что, комиссар, пойдешь ко мне в ученики или побаиваешься? Тебя, что ли? Ну, бери инструмент. Тридцать пятка. Рассказываю. Ну-ка, держи, Иван Егорычева. – Гвозди нужны? Ребята, давай идти! Я нашел! Нашел! Там цистерна, цистерна, цистерна! Стоит, ее подлотать нужно для воды! Эй! Городникова не мешает! Отойди сейчас! Вот, 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 вот! Держи, держи, держи! Тихо, дядечка! Дядечка, дядечка! Что? Что? Тихо, дядечка, не волнуйтесь, у вас кровь. Дядь Джень, зови их, там дядька кровит. То неси за некой, голубчик, добрый молодец идет. То неси за некой, голубчик, добрый молодец идет. Значит, ты сама сделала перевязку? Я в школе самая лучшая санитарка была. Показывали. Я дам на тебя приказ. Ты молодец. А как она здесь оказалась? Товарищ Данилов, я все равно из детдома сбегу. Я вас предупреждаю. Так. Что это ты тут варишь? Столярный клей для дяди Саши. Раненого после перевязки одеть сможешь? Смогу. Но надо осторожно, чтобы не больно было. И быстро, потому что другие ждут. Я смогу быстро. Ох ты какая. Руки. Руки. Береги. Это автоклав. Здесь стерилизуют инструменты. А это, это биксы. Здесь хранят стерильные инструменты. Биксы. А это операционный стол. Здесь должен быть порядок, и все должно быть стерильно. Руками не трогайте. Руки — это собиратели и разносчики инфекции. А инфекция — это зараза. Сами трогаете. Это лоток. Сюда мы бросаем использованные инструменты. Молоток. Это питьевая вода. Кружки. А теперь повтори. Бикс, питьевая вода, кружки, автоклав, операционный стол, лотки. Инфекция — это зараза. Молодец, Василиса. Ну все, на сегодня хватит. Завтра приходи. Ученица? У вас много времени? Мы должны учить молодежь. Удивительно способная девочка. Если ею хорошо заняться, из нее будет толк. Взялись бы лучше за меня. Я смышленый. Опять шутите? Нет. Раненых привезли. Наконец-то. Простите. Да не мешай, не святую. Идите к легко раненым. Николончик, ты сам идти можешь? Вот второй лагон, куда иди. Что здесь происходит? Так, его в тяжелую, в операционную. Ребята, книги в поезде есть. Читайте. Ампутация. Делаем местную анестезию. Это гораздо безопаснее. Это риск. Полного обезболивания не будет. Простите. Если придет сознание, может умереть от шока. Ну, это вопрос умения. Вот именно. Юлия Дмитриевна, я... Я понимаю вашу иронию. Да, я терапевт, но все-таки кое-что я знаю. Профессор Скудеревский... Да бросьте вы с вашим профессором! Ну что вы как... Как чешская душечка, честное слово. Душечка? Так, я начальник поезда. Ответственность за это решение я беру на себя. Так, пейте. Всем пить. Пейте, пейте. Пейте, товарищи бойцы. Вода кипяченая, без микробов. Пейте, пейте. Всем пить. Вы не волнуйтесь. Всех примут. Всех осмотрят. Пейте, пейте. Тебя как зовут? Василиса зовите. Можно Петровной. Василиса Петровна. А там много врачей принимает? Двое. Мужчина и женщина. Лучше к женщинам. Ну, давай пойдем. Сычусь. Давай. Давай. Не могу, больно. Рука сюда. Все хорошо. Не надо так. Не надо. Вы... Всем тяжело. Не только вам. Дайте мне руку. Не могу больше. Не надо так. Не надо. Вы здесь не один. Все устали. Ольга Михайлович, закончите без меня. Хорошо. Ребята, давайте мне следующего. Как зовут? Николай. Колька. На меня смотри. Смотри на меня. На меня смотри. Слышь? Все хорошо будет. Все хорошо будет. Дыши. Все будет хорошо. Так, выпросили книгу. Спасибо. Вербицкая. Ключи счастья. В любви доля безумия, в безумии доля разума. Ридрих Ницше. Ницше не женский писатель, правда? Они до мной все смеются. Думают, что я всякую ерунду читаю. В любви доля безумия. В безумии доля разума тоже неплохо. Вы знаете, я в своей жизни встречал много безумцев, которые производили. Очень разумное впечатление. Наоборот, в разумности есть что-то страшное, пугающее. Взять хотя бы немцев, они ужасно разумны. В их системе есть что-то страшно холодное, пугающе симметричное. Эдакий упорядоченный ад. Извините, я вас отвлек. Да. Крамин. Слышь, Крамин. Вот бы мне, твоей мозги. Умеешь ты бабам зубы заговаривать. А ты заметил, как она на тебя глядит? У меня зрение слабое. Минус пять. Тихо, 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 тихо. Ну, что ты испугалась? Смотри, мой руки. Мыло возьми. Будешь учиться в училище. Будете работать в морге. Привыкай. Мой руки. Все должно быть стерильно. Руки должны быть чистыми. Давай, давай. Дыши, 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 дыши. Доктор? У меня болит сильно. Я не доктор. Ждите. Так. Шприцы. Помнишь? Давай. Ну, так-то уж не надо. Там терпели, а здесь не можете? Здесь страшнее. А кто вам сегодня перевязку делал? Павел Сергеевич. У вас такие ручки ласковые. Даже боли не чувствуется. Не то, что этот. Ну что, доигралась? Пошла вон отсюда. Что смотришь, я сказала, пошла вон отсюда. Не доросла еще. Врачи тоже. Иногда устают. Настоящая палехская живопись пишется по тем же канонам, что и икона. Это фигурки разного размера. Обратная перспектива. Это нагромождение символов. Все это палех. Если бы вы видели, какой у меня фарфор, будете у меня в гостях, обязательно вам покажу свою коллекцию. Павел Сергеевич. Да? Я хотела вам сказать, только вы не обижаетесь. Да? Да. Вы когда перевязки делаете, смотрите внимательнее. Вы сегодня в ране тампончик оставили. Почему вы думаете, что это я? Это были вы, раненый, сказал. А там необходим был дренаж. Вы, если чего не знаете, спрашивайте меня. Я подскажу. Юлия Дмитриевна, вы же тоже иногда ошибаетесь. Спасибо. Что такое? Что? Девочки, спасибо. Ну что? Устала. Васька шприц разбила, я ее выгнала. Теперь, наверное, не придет. Характер. Я становлюсь старой девой. Да? Нет. Вы... Нет. Девочки, сделайте чаю, пожалуйста. Что там? Опять овсянка? А мясо есть? Мясо второй недели не получает. А что ногу мою? Выбросили уже? Сварили бы наваристого борща. Товарищ Глушков, вам надо есть. Знаете, сколько в этой каше калорий? О, кушай калории. Товарищи, как самочувствие? Отлично. Кушаем овсянку. Превращаемся в лошадок. Есть нужно. Спать нужно. Жить надо. Вот. Две ноги. Так веселее. Ты как понимаешь, где ты побывал? Побывал. Побывал. А ты? Побывал? Удыхайте, товарищи. Поправляйтесь. Что умирать. Спасибо. Остался жив. Это большая удача. Ах, прошу прощения. Ах, прошу прощения, но я вижу, человек ли войны не очень приспособленный, специальность у вас какая-нибудь особенная. Слышишь? Ты сам-то зачем пошел? Видите ли, я очень состоятельный человек. Я главным образом ходил защищать свое богатство. Николай Викентьевич, на супругову есть жалобы. Николай Викентьевич, на супругову есть жалобы. Небрежен, грубит раненым. Ну, раненые бывают капризными. Я считаю, нужно поставить вопрос на собрание. Иван Горыч, вы делаете все, что считаете нужным. Что с вами? Пять месяцев нет писем. Иван Горыч, отпустите меня. Я в Ленинград хочу поехать. Пожалуйста. Как это я могу вас отпустить? Во время рейса? Ну, поймите, я разбит совершенно. Я целыми днями только о своих думаю. Я ночью не сплю. Всего неделя. Я только туда и обратил. Николай Викентьевич, многие хотели бы повидаться со своими родными. У Кати Голиковой мать в Белоруссии в оккупации. Вестей нет. У Лены Огородниковой муж. Давайте сейчас все разойдемся. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, я, я, простите. Я, я все понимаю. Я понимаю, что это, это молодушь. Николай Викентьевич, Николай Викентьевич, слабость придает силы. Это же ваши слова. Страх. Вот. Так докажите это на деле. А мы посылку хорошую соберем. Я уже отправлял, ответа не было. Значит, вышлем такую, которая обязательно дойдет. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Простите меня. Ничего, ничего. Я что-то... Я не знаю. У меня что-то померкло. Уничтожено 35 самолетов противника. Наши потери 5 самолетов. Такова ситуация на фронте, товарищи. Переходим к организационным вопросам. Пожалуйста. Консервированная кровь, которую мы получили, не годится. Нужны доноры. Кто может сдать кровь? Хорошо. Осталось два вопроса. Первое. На одного из наших сотрудников поступают жалобы от раненых. Я считаю, что небрежность и грубость по отношению к ним, особенно в нынешней ситуации, должны быть уничтожены и забыты, Павел Сергеевич. Да, да, да. Речь идет о вас. Это неожиданно. А позвольте узнать фамилию. Кто? Кому я грубил, коллеги? Кто видел? Что? Вы что, всерьез считаете, что показания раненых можно воспринимать? Эти люди не отвечают за свои слова. Их состояние, мягко сказать, специфическое. Они долго ждали отправки из госпиталя. Тряслись в машине. Их врач вообще сбежал. Естественно, что они считают нас всех врагами. Но на других они не жалуются. Вот, значит, как коллеги. Лечишь, лечишь людей. Ночами не спишь. Устаешь, как собака. И на тебе. Обидно. Но если сигналы будут и впредь повторяться, я буду вынужден принять жесткие меры. Теперь второе. Теперь второе. Все мы знаем положение в Ленинграде. У Николая Викентьича там семья. Есть предложение собрать посылку. Нет, не надо. Подождите. Не надо. Подождите, доктор. Не надо, я прошу. У меня будет возможность ее отправить. Я уже дал распоряжение Соболю. Собрать кое-что. Но, думаю, этого будет недостаточно. А если бы каждый из нас пожертвовал один кусок сахара, кусок хлеба... Товарищи, дорогие, я не договорил. Сядьте. Пожалуйста, Иван Горьевич. Сядьте, Ганита, говори. Вот, то мы смогли бы прибавить к посылке существенную часть. Разумеется, это добровольно. Скоро мы пополним запасы продовольствия. Так что ваши жертвы будут недолговременны. Друзья, товарищи, дорогие мои. Николай Викентьич. Я вас уверяю, это не нужно. Почему не нужно? Мы же все свои, мы все понимаем. Семен Андреевич. Семен Андреевич. Признаюсь, в моем сердце, но сюда нельзя. Вам что-то нужно? Нет. Ничего. Мне ничего не нужно. Я не для себя. Для доктора. Две банки тушенки. У вас ведь есть? Ну, так, доктор, доктор же, доктор он, ну, маргарин 800 грамм, тушенка 1 килограмм, сахар 1 килограмм, сало 300 грамм. Доктор, доктор. У вас же есть НЗ, я знаю. Правда? Я знаю. Ну, давайте рискнем. Грубо. Угу. Прямолинейно. Угу. Приятно. Одна сгущенка, одна... Семен. Две сгущенки. И тушенка. Я потом все сам вынесу. Хорошо. Идите, идите. Угу. Так. Фима, Катя. Сюда. Я не знаю, как это произошло, но там исчезло 10 банок сгущенки. Как это произошло? Я не знаю. Глаза смотри. И я не знаю. Но кто-то знает. И я знаю, что кто-то знает, что кто-то знает. Смешно, что у нас совпали группы крови. Не смешно. Прекрасно. Я слышал, вы еще в финскую воевали. Да. Значит, вы смелый человек. Бывают такие вещи. Я выросла в Энгельсе. Там в 20-е годы голод был. На улицах лежали трупы. И стояла такая тишина. Я с тех пор не люблю, когда тихо. У вас голова не кружится? Да, немного. А у вас? Немного. Я знаю, вам кажется, что я дура. Просто вы в жизни радостный человек. И очень обаятельная женщина. Всю мою жизнь мне нравятся серьезные мужчины. Но у меня с ним ничего не получается. Чтобы понравиться таким, как вы, нужно вести себя как-то иначе. Как вы посоветуете? Никогда никому ничего не советовал. Какая у вас жена? Она очень привлекательная женщина. Моложе меня на 20 лет. Теперь вряд ли ей будет интересно со стариком-инвалидом. Вспомнил совет. Я довольно часто забываю, всегда это кончается плохо. Никогда не предавайте саму себя. Никогда. Данилов, Ваня. А я тебя сразу узнала. Ах ты, Иван Царевич. Как Ленька? Умер Ленька. Убили. Похоронку получили месяц назад. Да ладно. Отплакали. А ты зачем тут? Танюш. Нет. Вань, не могу. Знаешь, меня сколько людей просят? Их проверяют. Он не может. Танька, я же не для себя. Это очень хороший человек. Он просто с ума сходит. Полгода писем нет из дома. Тань. Да хорошо. Ну хорошо, ради тебя. Спасибо. Спасибо. Таня, еще вот какая просьба. У тебя есть списанные книжки? Так, чтобы не возвращать. У нас один книгачей. Он их не читает. Он их ест. Бывает. А знаешь, а мне Фаина письмо написала. На фронте. Ой, какая хорошая женщина. Я даже не представляю, что бы я сейчас делала без нее. И кем бы была. Но надо же, бывают же такие люди, да? Удивительно. Да, бывают. Так ведь она же здесь была. спрашивала про тебя. Она же с мужем-то развелась. Не знал. Может, чайку? Таня, времени нет. Лучше книжки. Ну хорошо. Ладно. Ты здесь подожди. Музыка. 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 Иван Игорич, а я вот. Маме письмо отправил тоже. Книгу, кстати, купил. По случаю очень редкую на рынке. Поздравляю. Иван Игорич, я вот все мучаюсь. За что вы меня не любите? Неводходящее слово для наших взаимоотношений. Я поставлен следить за порядком. Если кто-то его нарушает, подвергается дисциплинарному взысканию. Я стараюсь. Честное слово, я стараюсь. У меня, может, много не получается. Но поверьте, я стараюсь. Если бы вы старались, то поступали бы по-другому. Вы что, думаете, никто ничего не видит, да? Не надо, Павел Сергеевич. Вам наплевать на всех и на все. Ну, кроме этого. Книгу новую купили. И опять ее никому не дадите. За что вас любить? История майинского фарфора. Кто ее будет читать, кроме меня? Да дело даже не в книге. Вы халатно относитесь к раненым. Если вдруг нужна помощь, вас нет. Может, вы просто плохой врач? Обратитесь к Юлии Дмитриевне. Она прекрасный специалист. А эти ваши личные амбиции только мешают делу. А у вас, значит, амбиций нет. Вы ничего не хотите. Я хочу, чтобы люди, глядя на мою работу, сказали, это сделано хорошо. А я хочу домой. Вся эта грязь, антисанитария, отсутствие элементарных удобств, все это меня угнетает. Я человек привычки, это так. Я не военный человек, я в этом не виноват. Так, может, раненые виноваты? В том, что вам не нравится грязь. Павел Сергеевич, война. Никто себе не принадлежит. Я понимаю. Да, я понимаю. Я буду стараться. Картошечка лиловато. Лиловато. Саранька пересушена. Что тут у нас? Редисочка. Кролик, кролик, купите кролика, недорого. Десять рублей. Свеженькая, да? Не надо, не надо, спасибо. Ну, посмотри, что ты мне доешь. А вот, Иван Игоревич, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Они у вас не больные? Здоровые. Так, Иван Игоревич, здоровочку, пожалуйста. Так, 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 так. Поросяточки у нас, да? Какие хорошенькие. Да, какие хорошенькие. А че это они у нас такие тихие? Дети войны. А требятишек родных отнимаю, лишь бы прокормить. Ну, это понятно, это понятно. Пол цены и забираю сразу всех. Не, не, не. Всех сразу. Ты можешь за пол цены вообще бесплатно отдать? Ну, да, понятно. Давай, да, поздно. Иван Игоревич, подожди. Время, нет. Секунду. Да ты посмотри. Посмотри, какой. Тихие? Нет, не тихие. Этот не тихий, да. Этот не тихий, и этот не тихий, и этот не тихий, да. Тебя как зовут? Раиса. Раечка. Заболцем, ну, сразу псих. Не, 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 уговор. Раиса, ну, ты, тебя мужчина просит. Что ж ты, а? Раечка. Сразу псих, и ты идешь домой. Все. О чем, а? Тебе пару банок бесплатно дашь, а, красавица? Мне нужно десять. Десять банок сгущенки. Придется постараться. Хорошо, я поняла. Иди во двор, Раиса. Ну, черт с собой, забирай. Спасибо большое. Спокойно. Ну, вот этого давай. Спасибо. До свидания. Держи. Ага. Откуда у них сгущенка? Категорически запрещено кормить соленым. Кормить, чтобы всегда оставалось. Кормить желательно вареным, всегда иметь в наличии чистую воду. Избегать сквозь огонь. А я говорил, у меня сердце кровью обливается, когда я думаю о помоях, об отходах пищеблока. Мы выбрасываем под откос бездну добра и очистки, и ведра с объедками. Теперь свиней будем кормить. Ну, это я к тому, что хорошо. Такие хорошенькие, только худые какие-то. Да, стройные поросята. А вот этот на Протасова похож. Констрицын, ты ведь из деревни? Да. Вот под твою ответственность. Дайте ему инструкцию. Их с соской кормить надо. Из бутылочки. Товарищ комиссар, мы так не договаривались. Все не обсуждается, это приказ. Ты же понимаешь всю важность хорошего питания для наших бойцов. А те, кто будут смеяться, будут тебе помогать. Товарищ Данилов. Майор Соколянский. Главное транспортное управление НКВД. А это главное санитарное управление. Майор Антонов, лейтенант Вахненко. Мы хотели бы осмотреть ваш поезд. Соберите весь технический и медицинский персонал. Ну и приготовьте документы. Все, что необходимо для отчета. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ширий шаг! Не растягивайся! Подтянись, подтянись! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы хотите чего-то особенного, то вы скажите. Остановим поезд, пойдем на рынок, купим, приготовим вам что-нибудь эдакое. Вы что не понимаете, что пока я вас уговариваю, меня люди ждут? Я не прошу меня уговаривать. Вы же моряк! Возьмите себя в руки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ майор! Как дела? Как самочувствие? Отлично! Отлично! Просьбы, жалобы есть? Какие жалобы, товарищ майор? Да. Разрешите вопрос? Разрешаю. Почему безногих на флот не берут? Я понимаю ваше состояние. Товарищи! Ваша задача сейчас восстановиться. Выздоравливайте! Это приказ! Лужков, молчать умеешь? Да ладно, ребята, он же у нас один без ноги. Возятся с ним, как с бабой. А ну-ка, замолчали все! Молчим? Я море не видела никогда. Молодая еще. Увидишь. Вот тоже не старая. У меня сестру тоже Лену зовут. Сестра, воды! Ты зачем орешь? Пить хочу. Я думала, умираешь. Внимания ему не хватает. Обидно, мальцу. Я вам не малец. Сейчас принесу, ты только не ори. Хорошая девушка. Был бы помоложе, женился бы. Она замужем. Да какой замужем? Так просто жили. Больше года писем нет. Давай не робей. Ничего. Ничего. Двух банок не хватает. Чего? Лигущёнка. Двух банок не хватает. Двух? Так это же ему доктору, на посыл. Товарищ Данил, через пятнадцать минут соберемся. Пересчитывай еще раз. Чай. Чай. Отлично. Постойте, пожалуйста. Что вы можете сказать о своем начальстве? Жалобы есть? Да нет, все хорошо. Товарищ Данилов строгий, но… Вы лучше других спросите. Спасибо, идите. Состав ремонтировали своими силами. Мы… Материал где брали? Мы разобрали разрушенный деревянный склад. А цистерну эту мы в лесу нашли. Она вся дырявая была. Мы ее сами запаяли и… Понятно. Так, следующее у нас. Согласно санитарно-гигиеническим нормам, содержание животных в санитарном поезде запрещено. И вам это известно. Николай Викторович Белов. Да, видите ли, раненым категорически не хватает белка. Рацион нам известен. Понимаете, мы очень хорошо знаем важность гигиены в поезде. Дело в том, что у нас вагоны, где содержатся животные, они напрямую не сообщаются с вагоном, где раненые. Понятно. Но категорически белка не хватает. Давайте вот что сделаем. Я в отчете указывать не буду. И фермы вашей я не видел. М? Вопрос. Почему вы используете детский труд? Это вы про Ваську. Мы хотели ее отправить. Да. Мы ее хотели отправить. А она ни в какую говорит, но все равно сбегу. Ребенку 13 лет. Она учиться должна. А не болтаться среди искалеченных мужиков. Отправить в детское учреждение. Того? Это приказ. Так, поехали. Ну что, спасибо. До встречи. Откуда сгущенка, а? В глаза смотри. Там ведь половины не было. Да не знаю, я говорю уже. Посчитали тогда плохо. А на рынке что делала? А на рынке что делала? Все что угодно. Только никакой материальной ответственности. Черт меня дернул в эту торговую. Иди. Иночка, разреши я попрощаюсь со своими попутчиками. До свидания. Спасибо вам. До свидания. До свидания. А Фаина Васильевна занята? Она на перевязке. Она вам просила передать. Передавайте спасибо. Можно вас? У него очень низкий гемоглобин. По возможности мясо, гречку. Я там список лекарств написал. Товарищ моряк, индивидуальный обед специально для вас. И непонятник. Саша! Редактор субтитров. Не вот присоединяйтесь. Саша! Саша! Давай, может, пополам? Хорошо. Я соврал. Лена эта, не сестра, невеста моя. Сейчас от рукого пойдет. Ничего. Будет другая, еще лучше. Я на баяне играл, ее раздражало, а мне нравится баян, говорит, не модно. А теперь, прикинь, еще и безнаги. Мне баян тоже нравится. В детском доме зарядку под него делали. Товарищ Клушков, вы красивый. Вас девушки знаете, как любить будут. А у тебя муж красивый? Очень. Сейчас. Приду так, семь, восемь. Вот тебе. Хотел на день рождения. Это мне. Так, кулаки. Плюс мир, а успокойся. А. 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 Я против никто не дарил, я уже думала, не подарит никто. Сестру позови! Глушков, дурак! Упадёшь! Позови сестру! Товарищ Глушков, вы что, вам нельзя вернитесь? Давайте, я вам помогу. Читая, мужик. Да нормально, к мужику. Я сам. Да я не смотрю, я просто держу. Саша. Ты что? Ты хоть понимаешь, что я больше никогда не вижу воли? Нет. Подожди. Так нельзя, нет. Нельзя, нельзя, нельзя. Подожди. Сестра. Сестра. Слышь, а меня-то тоже. Поцелуй. Держи. Терзи, 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 терзи. Эй, ты чего? А я шлюха. Влюбилась, что ли? Лена. Шлюха — это просто одинокая женщина. Товарищи, по результатам проверки наш поезд признан одним из самых лучших. Всем объявляется благодарность. И майор просил меня не тянуть со списками на награды. Ура! Спасибо. Поздравляю. И еще. И еще одна новость. Василиса, иди сюда. Садитесь, товарищи. Иди сюда. Василиса Петровна, скоро нас покинет. Есть приказ передать тебя в детское учреждение. А у нас в городе один из лучших детских домов. Да, Лена? Я лично знаю директора. Хороший мужик. Детьми занимается. Вот. Вот Лена Огородникова и отвезет. Заодно заберет почту, да? Да. Вот. Вот. Все, товарищи. Спасибо. Разойтись. Не надо. Чего? Не надо. Редактор субтитров. Да. Что в Саша. Я уезжаю. Мне на три. Вы тут кушайте хотя бы без меня. Лен, ты прости меня. Я сама виновата. Я ведь только его люблю. Ты мужу передай, что мне с тобой очень повезло. Что вы? Это мне с ним повезло. Я даже не знаю, за что мне такое. Вы отдыхайте. И главное, кушайте. Поехали. Друзья мои, польза лесного воздуха просто неоценима. Осторожно, Фаина Васильевна. Фитонциды! Павел Сергеевич, повторите, пожалуйста, я записываю. Фитонциды! Дышите глубже! Микрофлора сосновой кедрового леса практически стерильно. Давайте перенесем в чащу нашу операционку. Аня Людмитовна, Юля Дмитриевна, я к вам по партийным вопросам. Мухина, Клава которая, она, извините меня за подробности, под лямкой на лифчике крестик носит. Я ее приперла к стенке и говорю, ты что, я говорю, в Бога веришь? Она говорит, да, верю. Я ей говорю, а ты понимаешь, что в наше время это позор Бога верить. А она, представляете, мне говорит, в наше время позор Бога не верить. Как глупо, что многие люди не понимают очевидных вещей. Вот именно. Это? Ну, не боровичок. Колпак корчатый. Юля Дмитриевна. Да. Юля Дмитриевна. Фейнус. Юля Дмитриевна. Подождите. Юля Дмитриевна. Юля Дмитриевна. Куда же вы бежали, Юля Дмитриевна? Надышалась кислородом. Голова закружилась. Какая красота. Посмотрите, какая красота вокруг. Мы воюем, убиваем друг друга. Мне кажется, если каждый человек хоть раз в жизни увидел такой лес, не было бы этих воин, всего этого безобразия. Гитлер тоже когда-то был художником. Плохим художником. Плохим, Юля Дмитриевна. Все-таки у Павла Сергеевич удивительное явление. Сорокалетний холостяк. В наше время большая редкость. У вас есть невеста. Но я же не мальчик. Отвечайте на вопрос. Я был женат. Был женат. Фаина, это очень личный вопрос. Да. Почему же? Мы же не совсем чужие друг другу люди. Вот. Ее звали Зина. Зина? Когда мы познакомились, на ней были такие смешные сандалики с подвязочками. Когда шагала, они издавали такой, такой звук. Зина. 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 Как хочется, чтобы рядом с тобой был человек, который бы тебя понимал. Да. Я бы этого хотелось. Правда, я бы видна. Пойду прогуляюсь. Жизнь радостная особа. Считает себя неотразимой. Полина Васильевна. Полина Васильевна действительно очень привлекательная женщина. Да. Только для мужчины этого недостаточно. Я плохо знаю мужчин. Вы знаете, что меня удручает на этой войне? Отсутствие красоты. Вся эта наша жизнь в такой действительности очень некрасиво. Безобразно. Как кривое зеркало. А мне нравится на войне. Здесь все правдиво. По-настоящему. Мы все такие, как есть. Наверное, каким я должен казаться для вас ничтожеством. Вы просто не военный человек. Это неплохо. У вас тонкая душевная организация. Павел Сергеевич. Я вас очень уважаю. Юлечка Дмитриевна. Вы даже не представляете, как я хочу, чтобы у вас все сложилось. Поэтому вы так отчаянно кокетничали. Нацепили на себя эту дурацкую косынку. Просто позлить вас хотела. Ну, чтобы вы стали хоть немного активнее. Понимаете? Перестаньте. Думаете, я ничего не вижу. Думаете, я не знаю, что обо мне говорят. Все в жизни несправедливо. Я хочу быть счастливой. Я могу иметь детей. Вы самая хорошая. Самая прекрасная в этом поезде. Я просто медицинская сестра. Просто друг, соратник и коллега. Мне нужно серьезно поговорить. Все хорошо? Юля Дмитриевна. Юля. Юля. Вы самая красивая женщина на свете. Вы себя не жалеете. Вы себя не любите. Вы себе не нравитесь. Если бы вы видели, как вы работаете, как вы разговариваете. Я любуюсь вами. Я слишком вас люблю. Уважаю. Не здесь. Не здесь. Да-да. Извините, пожалуйста. Можно? Это тебе письмо от меня. Подарок. Всего за десять копеек вы узнаете свою судьбу. Всего за десять копеек вы узнаете свою судьбу. Лен, давай. Ну ты что, шабман? Нет, у нас женщина одна так ради смеха взяла. У нее сын вечером вернулся. Всего за десять копеек. Всего за десять копеек. Ну на. Скоро тебе будет огромное счастье, но до этого будь начеку. Значит, дедом и правда будет хороший. Ладно, я тоже тогда попробую. Берегись цвета карих класс. Берегись. Чушь какая-то. Спасибо, дядечка. Не болейте. Лена! Всего за десять копеек вы узнаете свою судьбу. Уехали. На летнюю базу. Это далеко. Можем не доехать. Доедем, доедем. Я Данилова обещала. Только ко мне сначала зайдем. И к жене Данилова. И��. Аккульт. Маленький. 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 Ластодие. Маленький. Для особенный. Маленький. 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 Валенький. Субтитры сделал DimaTorzok Мой папка тоже курил. Дымил так, что мама ругалась. А мне нравилось. И занавески у нас такие же были. Ты не бойся. Данилов говорит, там нормальный детдом. Просто все же от тебя зависит. Надо сразу поставить себя. Скажут тебе, застели он бастиль мою. А ты не соглашайся. Что один раз согласишься, потом всю жизнь у них шестерить будешь. А если тебе кто к тебе лезть будет, сразу морду давай. Угу. Я всегда так делала. Меня знаешь, как уважали. Девочки, я вам там чайник поставила. Правда, дома хоть шаром покати. К чаю ничего нет. Ничего-ничего. У нас есть. Проходите. Дров нет. Керосина нет. Мыла нет. Нита, чтобы зашить. Нет. Лимит на электричество ввели. Правда, к первом маю по карточкам конфеты ввели. Так пришел мой внук и все заглотнул. Одни фантики оставили. Я ему говорю, Леша, Алексей, да разве так можно? Ты бы хоть старенькой бабушке одну конфеточку к чаю оставил. Я говорю, Леша, ведь ты пионер. Ты же красный галстук носишь. А вы не слышали, в детдоме хорошо кормят? Где как? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спит. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спит. Ну, я на домнице работаю, шинели на армию шью. Все-таки карточка рабочая. Спасибо. Я Ванюшу не хочу отдавать в садик, там плохо кормят. А так на дом возьму работу и карточку рабочую дают опять же. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я еще чаю хочу. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спасибо. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Девочки, передайте ему. Нам ничего не надо. Мы сыты. Ваня сыт. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, как он? Здоров? Ничего, здоров. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, может, он вам передавал, что слышно, когда закончится? Что? Война. А, я не знаю. Когда карточки только вели, я так растерялась, я думала, как нам с Ванюшей жить. Огород помогал. Я картошку продам, молоко куплю. Теперь рабочая карточка. И хорошо. У меня родня в деревне помогает, сметану привозит. Я для Ванюши масло бью. Меркулов помогает. Нынешний начальник Треста. Трава привез весной. Еще обещает. Так что передайте ему. Все хорошо. Мы на фронт теперь не ездим. Все время в тылу. Он вам, наверное, Иван Егорыч писал. Да нет. Никогда. Занят. Значит, не бомбят вас? Да вы не бойтесь. Спасибо большое. Мы, наверное, пойдем. Жена у него добрая, конечно, но не интересная. Странно. Почему он не сказал ей, что мы в тылу? Она думает, что мы на фронте. Забыл, наверное. Плак. Не отставай, пожалуйста. Женщина! Женщина! Жены! Женщина! Женщина! Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Я могу подежурить? Не надо. Уже не надо. Почему? В этом уже нет необходимости. ПОДПИСЫВАНИЕ 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 Доктор. Доктор. Сестра! Кто-нибудь доктору плохо? Сестра! Тихо-тихо-тихо-тихо. Воды. Сейчас, миленький, сейчас. Воды. Пьем, пьем, пьем. Пьем, пьем, пьем. Еще-еще чуть-чуть. Миленький, еще-еще. Тихо. Тихо-тихо. Тихо. Что же? Тихо. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Вся семья погибла. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Семья. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Не надо. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА 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 Ай, хрен с ней. Ну что, салат, всем растрепала? Как меня муж бросил? Они же спрашивают. Я не буду врать. Эх, эти рожи жалостливые, надоели. Ты не так пьешь. Надо закусывать. А то водка желудок разъест. Мой папка всегда так говорил. А моя мамка никогда не закусывала. Спи. Каждый раз, как Вронский говорил, сан на ее, в глазах ее вспыхивала радостный плеск. Ее улыбка счастья изгибала ее румяные губы. Она как будто делала усилие над собой, чтобы не выказывать этих признаков радости. ты кого читаешь? Спят там все. Лен. Найдешь себе еще? А, может, найду? Иван Егорыч! Иван Егорыч! Иван Егорыч! Иван Глебович! Иван Егорыч! Иван Глебович! Доктор там раненый. Надо принимать. Николай Викторович. Возьмите себя в руки. Ну, что мне делать? Рапорт на вас написать? Как хотите. Ванна, отдыхайте. Оля Шоп! Струши! Людочка, иди сюда! Ванную! 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 Ванную хочу! Ванную хочу! Ванную хочу! Руки убрал. Первый у вас. Легкий вагон! В операционную, Клава, побольше физрастворов. Приготовьте кровь для переливания. Юрия Дмитриевна, приготовьте списки раненых. Хорошо, я приготовлю. А кто будет подписывать акт о приемке? Я не имею права. Палзенгейс, сейчас зайдете ко мне в купе. Подпишите акт о приемке раненых. Я не имею права подписывать. Это обязанность доктора Пилова. Понимаете? Я не могу! Я не могу, товарищ! Кто? Павел Сергеевич, тут нету чего такого. Я не хочу за это отвечать. Вы понимаете? Я не могу подписывать. Не могу сейчас. Поверьте мне. Я врач, вы понимаете? Я не могу. Поверьте мне. Я ничего не буду. Я все лично прослежу. Я помогу, Павел Сергеевич. Хорошо? Хорошо? Хорошо! Перелом ключицы! У парня паховое ранение. Сквозное. А написано, эвакуация пешком. Ну как пешком? Почему пешком? А врач, девушка, она говорит, это легкое ранение. Дуры. Вот-вот-вот. Как будто бы они знают, что легкое ранение, что нет. Извините, извините. Иван Егорыч, там никто ничего не может. Короче, на сколько человек готовит завтрак? Сейчас. Позвольте, я скажу. Сто сорок девять. Так у меня же... Идите. Извините. Подождите. Там Белов, по-моему, вообще перестал есть. Приготовьте что-нибудь посытнее. Отнесите. Пусть съест. Скажите это приказ. Идите, идите. Понял, понял. Извините. Так, ну вот. Это, по-моему, все. Сейчас Павел Сергеевич подпишет. Да. Только должен вас предупредить, что я это подписывать не имею права. Ну, ну, пожалуйста. Ну, нарисуйте что-нибудь. Ну, кто там будет вашу подпись разглядывать? Угу. Во всем должно быть правило. Ваша подпись. Благодарю. Благодарю вас. Спасибо. Надеюсь. Хорошо у вас. Ну, поеду. Надо ехать. Пока. Счастливо. А где Елена Дмитриевна? Она в перевязочном. Угу. Иван Егорыч. Я пошел вам навстречу, бедный доктор. Угу. Кстати, если нужно, то я могу временно исполнять обязанности доктора Белова. Я могу, конечно. Только хотелось, чтобы все было официально. Нет, я не настаиваю. Но больше ничего подписывать не буду. Мы подумаем. Подумаем. Николай Викентьевич, покушайте. Соболь для вас приготовил. А помнишь, когда мы возвращались после включения на простой пролетке? Потому что денег на карету у нас снял. А вату я сняла. Еще там, в церкви. А вату упал. Я вообще еще в церкви сняла. Сразу после включения. Угу. 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 Николай. Николай. Сука. А-а-а-а. Клава, а почему, когда вы в вагонах дежурите, вы все время креститесь и какие-то молитвы читаете? Не хочу на вас давить, но мне кажется, это не совсем уместно. Вы меня понимаете? Читаете свои молитвы, но про себя? Зачем же агитацию разловить? Меня раненые просят. Вот, товарищ Данилов, у нас девушка в вагонах молитвы читает. Говорит, раненые просят. Идите к вам. Опять мы с вами спорим, Иван Егорыч. Вначале вы мне казались очень принципиальным человеком. Мне это даже импонировало. А теперь, где ваши принципы? А вы напишите, куда следует. Так мол и так, комиссар Данилов поощряет заблуждение подчиненных. Я этим никогда не занималась. Знаю, не напишите. Вот что, нам, пока доктор болеет, нужен временно исполняющий обязанности начальника поезда. Я подумал, или наш хирург Барышев, или Пал Сергеевич. Как вы считаете, кто из них? Нет, Барышев нет. А супругов? Пал Сергеевич умный, интеллигентный. Правда, у него сложный характер. Но у кого в этом поезде он простой? У вас? У меня? Да, все мы сложные. Может, дать людям отдохнуть? Как вы считаете? Конечно. Все устали, впереди сложный рейс. Конечно, я думаю, это правильно. Спасибо вам большое. И, ты такая вредная, ну дай ваксу. Ваксу у тебя еще переводит, перед кем портить? Ну куда ты без проса? Тебе счетку для ребенка жалко. Ой, какая ты лунная, а? Далеко пойдешь. У меня светлая голова, как Юля Дмитриевна сказала. Ну, голова. Извините, на минутку, Лен. Пойдем в кино? Пойдем. Выбрал наш красавец. Долго выбирал. А тебе-то что? Ничего. Просто удивительно, как у некоторых людей все быстро заканчивается. Сначала рыдали в подушку, чуть с поезда не прыгнули, а потом раз и все. Завидуешь? Я? Завидуешь. А что мне завидуют? У меня все в порядке, в отличие от некоторых. Я в нормальной семье росла. Не то, что у некоторых. Мать-алкоголичка. Мне театр больше нравится. Там как-то все по-настоящему. Согласен. А где же лужа? Ну, ничего. Все равно. Все равно я понесу тебя. Я понесу тебя не так, как тогда. Осторожно. Душевно. Но ведь дождь, тогда ведь замечательный дождь. Да, чертовский дождь хрестал. А что тогда сделала? Что ты тогда сделала? А я дуру вырвалась от тебя и убежала. А вы тоже родную из актрис похожи. Ольга! Ерунда. Ольга, что бы вам еще сделать? Я лучше. Пойдем. Пойдем. Цветы. Давай, цветы. Еще. 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 Держи. Пожалуйста. А это вам. Куда же, Валер? 417, в мой год. Паша! У вас потрясающий вкус. Смирь сматывается ко мне. На свадьбу! Как меня зовут? Ваина, а вас? Артемия Борисовича. У меня красивые глаза. Я знаю. Не хотела бы я прогуляться после сеанса. Пожалуйста. Темно. Не судьба. Валерий Павлович, какая свадьба, а? Свадьба. Какая свадьба. Я, Паша, сегодня жизнь обвенчался. И, Валерий. Прекрасно. Потрясающе. Валерий Павлович. Паша! Товарищ комиссар, нельзя этому прохиндеть власть давать. Таких надо всю жизнь держать у параши. Если начальник болен, его обязанности берет на себя другой врач, следующий по званию. Барышев хороший мужик, но он не годится. Тогда встряхни Белова. Он что, один пострадавший? Тут в газете про одну бабу писали. Всю семью потеряла. Мужика и шестерых детей. Вопрос, что с женщиной? Про то в газете-то написали? Да в ваших газетах про то не пишут. Там все герои, там все планы выполняют, перевыполняют. А как сердце кровоточат у человека, как мертвецы во снах приходят, про то не пишут. Ты опять? Тебе вредно волноваться. Ты вот что, нагрузи доктора, работай. Пусть отлечется. Иван Игоревич, про наш пояс напечатали в газете. Вхожу в вагон перевязочную. Не бестрепета вхожу. Тут все блистает чистотой. Хирургическая медсестра старший лейтенант Розумовская ЮДЭ строго стоит на страже чистоты. И горе тому, кто посягнет на... Посягнет. Посягнет на стерильность этого священного места. Здесь возвращают людей к жизни. Здесь раненых превращают в выздоравливающих. Здесь смягчают боль и страдания. Ведь, как сказал товарищ Сталин, все силы народные должны быть брошены на борьбу с врагом. Каждый на своем месте должен работать для победы. И мне кажется, в нашем коллективе каждый человек это понимает. И сердце мое наполнено радостью, гордостью за наших людей и уверенностью, что победа не за горами. Военврач третьего ранга ПС супругов. Спасибо. Сядь сюда. Павел Сергеевич. Да. Нехорошо. А что? Что нехорошо? Ну, ваша статья, конечно, приятная. И вы нас всех героями выставили. Но вы тут пишите, мы. Мы думали. Мы придумали. Извините, я тут ничего не придумываю. Я просто веду состав. И остальные все здесь тоже ничего особенного не придумали. Давайте по-честному. Мы все прекрасно знаем, кто здесь придумывает. Это Данилов. Ящички для бойцов кто придумал? Вы? Я? Нет. Данилов подходит ко мне и говорит. Михаил Михайлович, давай организуем для бойцов нормальную жизнь. Не организовал. Дезинфекцию, прачечную, свинарник. Куренник. Михаил Михайлович. Михаил Михайлович. Михаил Михайлович. Михаил Михайлович, прав. А вас сейчас кто, спрашивает? Спасибо, товарищ Супругову, за его статью. Забыл сказать. Вместо заболевшего доктора Белова, исполняющим обязанности начальника поезда, временно назначается военврач третьего ранга, товарищ Супругов. Через пятнадцать минут у вас обход. Прошу всех быть на своих местах. Вас, товарищ Супругов, в первую очередь. Да, да, конечно, да, я понимаю. Иван Игоревич, Иван Игоревич, ну, я надеюсь, вы не обиделись. Я не стал вас выделять, чтобы показать заслуги всего нашего коллектива. Да ну что вы, никто не обиделся. Жалко, только прибрали немного. Лук мы только собираемся выращивать. Ну да, как говорится, не приврешь, не напишешь. Зато будет стимул. А лук мы все-таки посадим. 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 Как самочувствие? Забрюшинная гематома над мочевым пузырем. Какие меры приняли? Гематому опорожнили, катетер поставили. Хотели использовать тампоны с мазью Вишневского, но я решила сначала посоветоваться с вами. Да, надо использовать. Хорошая мазь отлично себя зарекомендовала. Так, кто дежурный в поезде? Я. Почему одеяло порвало? Машенька испортилась, рвет. Сами под такое ляжете, поменяйте. Хорошо. Так, что здесь? Что у вас? Товарищ Луктович. Товарищ военный врач. Мне плохо. Мне плохо. А всем начать. А мне вообще никто не приходит. Так, Фаина Васильевна, в чем дело? Что вы врете? Вот что вы врете? Я то и дело к вам бегаю постоянно. Кто бегает? Габриева, мне плохо. Плохо мне. Мне жарко. У меня голова кругом идет. Подушка. Что? Успокойтесь. Ванную хочу. Ванную. Так, сделайте ему обезболивающее. Товарищ, успокойтесь. Скоро вам будет лучше. Лучше. Я ванную хочу. Все. Доволен? Полегчало? Пожаловалась. Нет. Я ванную хочу. Ванную хочу. Люблю сладкое. Вы ешьте печенье. Это мама прислала. Павел Сергеевич, прекрасная статья. И юмор, и серьезные вещи. Считается на одном дыхании. Сегодня я выглядел нелепо так. А вы не стесняйтесь. Будьте посмелее. Смелее? Посмелее. Как бы я хотел быть посмелее. Вся моя жизнь какая-то бессмысленная борьба с самим собой. Я ведь без отца рос. Ну, грубо говоря, сам себя воспитывал. Вы знаете, за что меня били дворовые пацаны? За то, что у меня были ботинки на деревянной подошве и пальто, из которого я вырос однажды, раз и навсегда. Мир всегда жесток к тем, кто не похож на других. Да. А в 15 лет я пошел на причал и попросился грузчиком. Вы грузчиком? Ну, а что? Во-первых, это мускулатура. Ну, и, конечно, деньги. А осенью у меня уже были новые пальто и брюки. И больше меня никто не трогал. Я им всем доказал. А мама знала? Мама? Мама сказала. Павлик, а откуда у тебя такое красивое пальто? Ты, наверное, кого-то ограбил. Тогда я понял для себя одну вещь. Мне не со всеми людьми хочется быть. Я одинокий. Бывает, что приходишь домой и выйти хочется. А как же мама? Мама. Мама сама как ребенок. Играет в плато, ходит в цирк. Но мы с ней дружим. Я думаю, что она единственный человек, который меня понимает. Я вас обязательно с ней познакомлю. Хорошо у вас. Уютно. Я думаю, такой порядок могла создать только женщина. У вас бумага есть? Спасибо, сядьте. Так, смотрите, что я придумал. Это моя квартира. Здесь комната от соседей. Мамина моя. Эргер. Эргер. Допустим, здесь будет зеленая лампа. Здесь стеллажики. Вот так вот. Здесь полочки. Когда ты входишь, ты видишь на полочке, сразу все стоит, стоит. Мампинь. А… Играет. must... Эргер. Мампинь. Эргер. Ха-яр. Эргер. Ой, так, мы, кажется, прибываем. Пойду, посмотрю, что там Лутохин. Вы ешьте печенье, ешьте. Доктор, вы что делаете-то, а? Пока вы тут валяетесь, вместо вас назначают этого кретина Супругова. Может, хватит уже страдать? Лена, как вы разговариваете? А как с вами разговариваем? Доктор Белов болен. Не тревожьте Николая Викентьича. Доктор кушать перестал. Доктор, мимо вашего купе все на цыпочках проходят. Что вы хотите? Противно. Они умерли. Но умерли как люди. Лена, что с вами? Ничего. Я просто все про всех поняла. Пойдете себе, Соню, новую и новую лялю. Я не обиделась. Доктор, просыпайтесь. Доктор, просыпайтесь. Клава, а Бог есть? Есть. Привет передавай. Тебя там где Дмитриевна зовет. Срочно. Доктор, просыпайтесь. О, третья. Кстати, тут давно в втором вагоне. Ну вот, там, третья вагон. Смотри. Тебеется. Давай. Давай. Тебе, ага. Тебе, Ага. Тебе, ага. Ага. Вася, Юр Шмидтин здесь? Нет. А что она меня звала? Давай грязный заберу. Так. Молодцы. Молодцы. Юлия Дмитриевна звали? Нет. А Лена сказала, что звали. У Лены вашей фантазия богатая. Она совсем обнаглела. Скоро буду ставить вопрос на собрание. Юлия Дмитриевна! Клава! Лена! Ты что? Лена! На помощь! Уйди! Уйди! На помощь! Держи ее! Помощь! Помоги тебе! Молодцы! Уйди! 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 Субтитры делал DimaTorzok Продвинулись на отдельных участках вперед от 4 до 7 километров и заняли ряд населенных пунктов, в том числе населенные пункты Ордынка, Ракитная, Малая Лиховка, Бахметьевка и железнодорожную станцию Борки. На Смоленском направлении нашего СК вели наступательные бои по улучшению занимаемых позиций. Такова обстановка на фронте, товарищи. Всем спасибо, все свободны. Так, товарищи, Юлия Дмитриевна, у вас все в порядке? Да, но набокаина не хватает и стриптоцит заканчивается. Товарищи, если кому-то чего-то недостает, вы говорите заранее. У меня недавно была встреча с обкомовскими и мне удалось договориться. Позойдись. Да. Иван Егорыч, Павел Сергеевич подал заявление на вступление в партию. Я думаю, это не займет много времени. Почему вы так думаете? Мы тут все друг друга знаем. Это коммунистическая партия. И вступление в ее ряды должно проходить не абы как. А кто говорит, что это должно пройти формой? Отдыхайте, Юлия Дмитриевна. Так, Петр Савельевич. А что это за сыпь? От мухи, товарищ врач. Пока мы здесь лежим, они нас уже всех искусали. Вам нужно сделать ан... Фаина Васильевна, здесь нужно ан... Анализ крови. Доктор, делали уже. Это правда мухи. Так, а кашель был? Доктор. Есть. Да. У нас все хорошо, я вас не подвел? Да, все хорошо. Вы все достаточно грамотно сделали. Вы не волнуйтесь. Спасибо. Просто товарищ Данилов, он сомневается. Я... Так, нужно в изолятор. И при первой возможности рентген. Николай Викенович. Рентген у нас уже есть. Нужно срочно снимок и, пожалуйста, поторопитесь. Николай Евгеньевич, вы не волнуйтесь, там ничего нет. Так, хорошо. Так, дальше. Лутохин. Карту, карту. Карту. Так, Лутохин. Спокойно. Это я, Лутохин. Это я. Лутохин, Иван Иванович. Так, на что вы жалуетесь? Нет. Мне же жарко. Жарко. Успокойтесь. Слушайте, ну... Припадки были? Нет. У него легкая контузия. Так. Сейчас, ну-ка, закройте глаза. Закройте глаза. Так. Мне нужна ванна. Лутохин... Подождите, у нас нет ванны. Душ, пожалуйста. Душ. Слушайте, на кой черт мне остался ваш душ? Я хочу нормально сесть в ванну и сидеть там. Лутохин, ведите себя прилично. Мы вас с поезда снимем. Вы понимаете, я вас предупреждаю. Подождите, подождите, ничего страшного. Голубчик, послушайте меня. Мы все терпим, а вы тоже потерпите. Давайте, мы с вами договоримся так. Мы сейчас вам организуем прохладный душ. Киршов, Чухин, Сисков, просыпаемся. Обед! Товарищ Лутохин. Товарищ Лутохин, просыпаемся. Там Лутохин умер. Николай Евгеньевич, там Лутохин умер. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте, Николай Евгеньевич. Думаю, инсульт. А говорили, ничего страшного. Иван Егорович, это медицина. При контузии такое бывает. У него зрачки плохо реагировали на свет. Это я виноват. Николай Евгеньевич, невозможно предусмотреть все. Доктор Супругов тоже не заметил симптомов. Да при чем здесь Супругов? Это я виноват. У него, вероятно, есть жена и дети. Теперь они остались сиротами. Из-за того, что старый, никуда не годный врач не обратил внимания на реакцию зрачков. Из-за меня погиб солдат Лутохин Иван Миронович. Доктор, вы не лечили Лутохина? Помните, вы как-то сказали, что на войне есть люди очень нужные и совсем не нужные. Вот мне кажется, я становлюсь ненужным и бесполезным. Даже вредным. Элемент. Вы мне нужны. Вы всем нужны. Знаете? Меня каждый день спрашивали, как ваше самочувствие. Когда вы вернетесь? Я знаю людей. Я знаю, как заставить их бояться, как заставить их слушаться. Но заставить их любить невозможно. Вы мне понимаете? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы с товарищем Блюменом проехали по медсамбатам с проверкой. Товарищи, положение не просто плохое, а очень плохое. Дрянной инструмент, тупые скальпели, просто бедствие. Операционное поле даже йодом не обрабатывают. И это никуда не годится. В наших условиях небрежность и халатность это синонимом вредительства и пособничества врагу. У меня все. Спасибо. Сейчас, товарищи, слово предоставляется военврачу 2-го ранга, заместитель начальника поезда номер 344, товарищу Супругову. Товарищи, но прежде чем товарищ Супругов начнет, я ему некоторым образом представлю. Может, кто не знает, но товарищ Супругов именно тот самый человек, автор удивительных очерков о жизни санитарного поезда номер 344, опытом которого пользуются многие поездные бригады, и в котором процент бойцов, вернувшихся в ряды советской армии, превышает 70%. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я с огромнейшим удовольствием читаю ваши статьи, как и многие сидящие в этом зале. Вашим опытом пользуются многие. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы даже не представляете себе, товарищи, как я взволнован, как я благодарен за этот прием. Поэтому по возможности постараюсь быть кратким. Как известно, товарищи, главной задачей деятельности санитарного поезда является обеспечение своевременной медицинской помощи раненым, товарищи. Кажется, что все остальное, быт, удобство, это все мелочи. Но исходя из нашего опыта, товарищи, это совсем не мелочи. Ведь если раненый чувствует себя хорошо, если его маленькие желания удовлетворяются, если он чувствует заботу окружающего его, персонала поезда, это поднимает его боевой дух, товарищи. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, скажем, такая маленькая вещь, как шкафчики для хранения мелочей. Или же, скажем, такая вещь, как питьевая вода. Вот около станции наши люди подобрали цистерну, пробитую снарядами в четырех местах. Мы ее починили, чтобы всадить цистерну в багажник нашей техники. Вынули двери, косяки, потом вставили их обратно. Таким образом мы получили две тысячи тонн резервных литров питьевой воды, товарищи. АПЛОДИСМЕНТЫ Машинит Кравцов, наш, так сказать, местный кулибин, выказал мысль соединить цистерну резиновым шлангом с пищевыми котлами вагона кухни, который располагается рядом с багажником, товарищи. Павел Сергеевич, скажите, а нам надолго хватает? На четыре дня, товарищи. АПЛОДИСМЕНТЫ С учетом экономии на всю неделю! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спустите, а как ваши свиньи? АПЛОДИСМЕНТЫ Плохо, товарищи. Плохо. Мы их съели. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, теперь зато мы растим других. А наши курочки на каждой остановке теперь выходят погулять, разумеется, в сопровождении петуха. Надо сказать, эта прогулка идет им на пользу, потому что яичница у наших раненых теперь в рационе регулярно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И раненым хорошо! И петух счастлив, товарищи! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я сейчас виду и скажу все, что я о нем думал. Не вздумайте, Николай Летинкович. Нет, я выбью и скажу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, если серьезно, если серьезно, товарищи, то я, я крайне восхищен вашим вниманием к нашему поиску. И пускай наш скромный опыт будет полезен всем нам, потому что мы, товарищи, делаем общее дело. Мы приближаем нашу победу, товарищи! А я всегда говорил, товарищи, если человек хочет, он делал. Вот у нас, например, на кухне тоже остается много пищевых отходов. Спасибо. Но о разведении скота как-то не догадался. Спасибо. Павел Сергеевич, блестящий, блестящее выступление. Мужкова, я только записываю, что есть на самом деле. Не скромничайте, Павел Сергеевич, мне нужен альбом ваших усовершенствований. Я через три недели в Москву расскажу о вас в главном санитарном управлении, наглядно, так сказать. Сделаем, обязательно сделаем. Вот, кстати, наш начальник, доктор Белов. Спасибо. Служим вас скоро переводят. Как переводят? Куда? Ну как куда? В стационарный госпиталь поближе к Ленинграду. А Павел Сергеевич, на ваше место. Подождите, я не хочу, я не хочу. Война, дорогой, мы не спрашиваем, нас спрашиваем. Вот вы где, товарищи, там же уже обыскались, там начальство зают. Пойдемте скорее. Подождите, Иван Горгиевич, вы знали, что меня переводят и назначают супругом? На чай-то видны. А что, коммунизм уже наступил? Видимо, в отдельных взятых местах. Товарищи, я надеюсь, что наши встречи будут проходить теперь регулярно, потому что опыт, полученный от общения с коллегами, я думаю, что со мной все согласятся, бесценен. Я предлагаю, товарищи, сейчас выпить за нашу скорую победу, за дорогого и горячо любимого товарища Сталина, за его военный гений. Ура, товарищи! Ура! Ура! Товарищ Милок, вы здесь? Да вот же он, я его привез. Товарищи, разрешите в начале нашего собрания зачитать список награжденных. Орденом Трудового Красного Знамени награждается товарищ Иванцов, военврач третьего рамка, и он, пояс номер 203. Товарищ Симухина, младший военкоманчалитель. Товарищ Симухина, младший военврач первого военврача. Дядя мой, дядя мой, дядя мой. Пояс номер 45. Товарищ Илов, начальник пояса, военврач первого военврача. Поздравляю. Спасибо. Ну, конечно, товарищ супругов, военврач третьего рамка. Поздравляю. И весь коллектив санитарного пояса номер 344 награждается орденом Трудового Красного Знамени. Ура! Ура! А вы с этого пояса, давай. А не так, за компанию зашел. Поздравляем. Я не понимаю этого презрительного отношения к интеллигенции. Знаете, чего не хватает нашему народу? Нормальная интеллигентность, вот нелюбезность и хамство, это наш бич. Ну, вот, вот, куда не придешь, первый, кто тебя встречает, мрачный вахтер. А вот скажите на милость, почему он такой мрачный? А потому что его начальник еще более мрачный человек. И вот все, от кухарки до партийного начальника, все смотрят на тебя с подозрением. Ну, а почему так, а? Почему? А потому что в нашей стране улыбку нужно заслужить. Я не понимаю, на что вы намекаете. Не-не-не, я ни на что не намекаю. Я просто предлагаю подумать. Нет, вы намекаете. Намекаете. Я давно вас раскусил. Вы скрытый противник советской власти. Ну, осознайтесь. Или опять нормальная интеллигентность мешает? Хорошо, Иван Егорыч. Я буду с вами откровен, вы хотите? Давайте. Ваша власть, наша власть, она развращает людей. Она нарочно выдвигает ничтожество и серость, поощряя тех, кто не обладает никакими талантами. Вот человек с тремя классами образования приходит во власть и начинает употреблять свою власть садистским сладострасти. Ну, естественно, люди становятся подозрительными. Страх, насилие, доносы, вот она, ваша власть. А я знал людей. Они были большевики, коммунисты, но ради других они положили свою жизнь. Знаете, я вот сейчас смотрю на звезды и думаю, неужели это все случайный набор химических элементов? и мы с вами случайная ветвь эволюции. Нет, человек — это величайшее чудо, это тайна. Все в порядке? Да, все хорошо, товарищ комиссар. Ну-ка, дай-ка. Все свечи со своей жди во имя, Господи. И дух прав, а вы дам ее отроби моей. Дух прав, дух правды? А где она, эта правда? В Боге? А где он был, когда начиналась война? С небес на страданий миллионов людей любовался? Нет, Клава. Вот где правда. Вот здесь правда. Хотя... Кто его знает? Читай, читай. Вам надо делать упражнение на расслабление мышц шеи. Давайте, первое упражнение. Через вдох. Давайте, я не слышу, что вы дышите. И раз, два, три, четыре. Получается? Занимайтесь, занимайтесь. Молодец. И давайте, еще разок. Раз, два. Двое наших товарищей. Военврач второго ранга, товарищ Супругов. И военврач первого ранга, товарищ Белов. А также весь коллектив нашего поезда награждены орденами Трудового Красного Знамени. Поздравляю, товарищи. Спасибо. Надеюсь. Спасибо. Вы понимаете, что такая высокая партийная награда накладывает огромные обязательства и огромную ответственность на весь наш теперь уже орденоносный коллектив. Я скажу. А мне... Мне стыдно. Мне стыдно из-за того, что мои какие-то там заслуги были отмечены наградой, в то время как есть человек, который более всех нас заслуживает ее. А я как последний трус. Николай Викторович, давайте не будем. Нет, подождите, я скажу. Товарищ Супругов, простите меня. Допущена величайшая несправедливость в отношении нашего товарища Данилова. Я не понимаю, почему вы не отметили его заслуги в своем докладе. Участие товарища Данилова как руководителя подразумевалось. Если мы будем специально подчеркивать заслуги отдельных лиц, значит, недооценивать работу всего нашего коллектива. Вот это несправедливо, товарищ Супругов. Вот это несправедливо. Если б не мои статьи, то нас с вами вообще бы не заметили. Несправедливо. Чужие награды – это всегда несправедливо, я понимаю. Хватит. Дело надо делать, а не считать заслуги. Нет. А я тоже считаю, что товарищ Супругов в своих статьях пишет только о себе. Вы? Товарищи, друзья, как вам не стыдно, Павел Сергеевич сделал для всех нас огромное дело. У нас теперь нет вообще проблем с обеспечением. Вы забыли, как раньше нам приходилось выбивать все самое необходимое. как же можно быть такими неблагодарными? А вы? Вам, вероятно, обидно за ваш перевод. Перевод? Нас всех переводят? Юль Дмитриевна, вы меня совсем неправильно поняли. Тихо! Тише! Вероятнее всего, Николая Викторовича переведут в стационарный госпиталь. А на его место собираются назначить товарища Супругова. А нас спросили? Товарищ Огородникова, с каких это пор начальство спрашивает вашего мнения? Да потому что ваше начальство ничего не знает о том, что у нас творится в поезде. Так а ну-ка сядь! Не сяду! Потому что ваш Павел Сергеевич ворует! Сгущенку! Ой-ой! Это интересно! Иван Егорович! Нехороший человек! Фима! Да что вы её слушаете? Да что вы её слушаете, товарищ? Она ж с ума зашла! Васька! Он не должен быть начальником! Это нехороший человек! Не замолчи! Не замолчу! Так а ну-ка хватит! Васька! Юля! А ну-ка разошлись! Я всегда говорю, что детям не место среди взрослых. Всегда! Кто бросил инструменты? Вы что не знаете, что нельзя хранить инструменты рядом с формальным? Я знаю! Я этого не делала! Нет, я сама виновата! Нельзя заниматься благотворительностью! Может, стоит разобраться? Помолчите! Разбираться тут не в чему! Юль Дмитриевна! Вы что, ослепли? Ну, какой исполз Сергеевич иначе поезда? Никудышный человек! Ничтожный врач! И вам это прекрасно известно! Пишет статьи? Да, присваивая заслуги Данилову! Да вы все ему просто завидуете! Все! Павел Сергеевич, как врач, вырос за эти два года! Вырос! С вашей же помощью! Фаина Васильевна! Вы хотите поссориться? Это просто мое мнение! Если вам не интересно, я, конечно, помолчу! Удивительно! Удивительно, как в этом поезде все любят совать нос в чужие дела! Удивительно! Как некоторые не хотят видеть правды! А знаете что? Может быть, поживем отдельно? Да! Конечно! Юля Дмитриевна! Посмотрите! Все расчесал! Как себя чувствуете? Это во сне! Вот мы тебя свяжем на ночь! Вы же с вязаным спать! Вы что, не понимаете? Вы что, маленький? Извините, пожалуйста! Больше такое не повторится! А вам тут нельзя! Откуда девочка узнала про нас? Я вопрос задал! Я в обиде, Павел Сергеевич! Вы мной попользовались и бросили! А я, между прочим, тоже человек! В жизни так случается! А ты возьми и прости меня! Пожалуйста! Конечно! Юля Дмитриевна из вас человека сделает! Она вам будет уколы ставить и Карла Маркса надо читать! Ну, помолчи! Я уже давно молчу! А сказать очень хочется! Конечно! Попробуй! Ты ж сама под раздачу попадешь! А недочет я закрыла! Да? Прости меня! Тебя там Данилов ищет! Зачем? Сама знаешь зачем! Иди, скажи ему! Я ничего не знаю! Да ладно, врать-то! Сами вы все врете! Эй! Боишься, что ли? Я ничего не боюсь! Я здесь жила! В нашей деревне! Ты чё делаешь? Васька! Дядя Саша! Дядя Саша! Тормозить надо! Васька спрыгнула! Какой тормозить полным ходом и так? Васька с поездой сиганулу! Тормозить надо! Тормозу! Людмила Дмитриевна! Что случилось? Почему устал? Я за ней! Я поеду с дымом обеду! Ты куда? Что случилось? Васька! Стой! Бедо порожди! Поломались мы! Путину запостроить! Давай на третий путь пока! Но только на три часа! Больше никак! КОНЕЦ КОНЕЦ Иван Егорович, Иван Егорович. Ты чего ревешь? Подселиться! Васька не виновата. Она вам правда тогда сказала. Что? Про супругово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 По состоянию здоровья... У вас ведь давление... Протрузия... Что там еще? Иначе мне придется написать все как было... Продолжение следует... Ладно... Хорошо... Хорошо... Я пойду... Продолжение следует... 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 Вы не представляете, что вы значите для меня. Юлия Дмитриевна, я хочу, чтобы вы знали, только вы. Все, что про меня говорят, это ложь. Да, я не знаю, зачем они это делают, это неправда. Павел Сергеевич, я к вам прекрасно отношусь, но мне иногда становится страшно. Я вас себе придумаю. Нет, это не так, вы не правы, нет. Ой, извините, там в шестом раненый рожает. Что? Извините. Извините. Мы справимся. Да. 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 Мы справимся. Моя помощь нужна. Не мешайте, вы доктор, уйдите. Я могу быть здесь. Ображняемся, никого не стесняйтесь. Ольга Михайловна, дайте пеленку. Ольга Михайловна, пеленку, дайте пеленку. Я могу помочь. Не помочь, уйдите. Тушься. Тушься, дорогая, тушься. Еще. Еще. Тушься, дорогая, тушься. Ну, 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 ну. Давай. Не тушь, не тушь, не тушь. Не тушь, не тушь. Не тушь, не тушь. Вы чего? Ничего. Зато она теперь не одна. Это правильно. Это очень важно. Вы на меня не сердитесь. Просто я люблю его. Таким, какой он есть, понимаешь? Я понимаю. Я все понимаю. Я за эту войну такая умная сделалась. Аж прям жуть. Вы не верите в человека, в его разумное начало. Все события, которые я наблюдаю, приводят меня к печальному выводу, что в человеке очень сильна тяга к истреблению себе подобных. Да. Это прогресс. У немцев неплохой прогресс. В плане науки и механики. Мы и немцы. Мы, конечно, лучше. Мы живем в самой хорошей стране. У нас нет предательства. Нет измен. Кослагерей нет. Никто никому не завидует. А я верю в коммунизм. Товарищи! Вы только представьте, ведь он только что, буквально вот сейчас пришел в этот мир. Давайте выпьем за здоровье новорожденного. Товарищ Данил, решите еще чуть-чуть нарушить сухой закон? Да вы его уже нарушили. Ну, это не важно, что я пьяный. Вы только задумайтесь. Ему тут будет лучше, чем нам. И мать. Сильная женщина. Держится. Да. Муж погиб. Как же она одна ребенка вырастет. Ну и хорошо. Отдыхайте. Товарищи! Ведь это же чудо! Товарищи! Можно? Можно. Как себя чувствуете? Ничего, хорошо. А вы кто здесь? Замполит. Ну и по хозяйственной части тоже. Давно вы тут? С самого начала. А двойные как жили? Да кем только не работал. Потом молочным трестом заведовал. А теперь вот. А вы кто по профессии? Вот. Поработала в советском аппарате. Тяжело ему будет с ребенком? Тяжело. Да, конечно. Родственники то есть? Есть. Помогут? Если пойти поклониться. Помогут. У вас есть дети? Есть, сын. Хорошо. Это хорошо. Хорошо. Вот что я прошу вас, товарищи замполит. Позовите ко мне дестру. Да, конечно. Ох, Люба. Захурили бы сейчас папироску, а? Здравствуйте, товарищи, 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 товарищи. Меня прислал губком, губком. Меня зовут Фаина. М talk. Да, я вам покажусь. Это мой дорогой подъек. Нормально прислал губком. Давай, давай, давай. 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 Давай, давай. Давай, давай. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нет, я больше не хочу пить чай одна Можем пластинку послушать Двойна Васильевна, извините Завтра в госпиталь едем за ранеными Хорошо Завтра Спокойной ночи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нам разве всякой хватает, честно скажу Ласовцы, полицаи Сами под шумок сбежали, а как полином запахло Рубаха на груди Я Родину защищал Вы заберете тех, кого мы уже проверили Нам туда Товарищ полковник, проходите Здравствуйте Здравствуйте, фельдшер Муратов Здравствуйте Белов, Данилов Очень приятно Фаина Васильевна, старшая медсестра Пройдемте Пройдемте Здравствуйте, товарищи Не пугаемся Это врачи из санпоезда Это доктор Белов Вас сейчас осмотрят И те, кто в состоянии Будут отправлены домой Да что осматривать, готовы все уже Простите Как самочувствие Так, сейчас мы всех осматриваем Добрый день Здравствуйте Папироску дай Дай, дай, дай Дай водички Папироску, пожалуйста Соседнюю дверь откройте У вас там люди Николай Викентьевич Там люди, им плохо Иван Игоревич, Иван Игоревич Ну это же репатрианты Мы вернёмся на их тоже проверять У нас хороший доктор, он поможет Давайте не будем Иван Игоревич Это наша забота А ваше дело Забрать наших людей И всё Если вы не откроете дверь Я напишу рапорт, куда следует О вашем самоуправстве Понятно? Мы только посмотрим Иван Игоревич У вас надо под трибунал Почему люди на полу? А куда мне их класть? Офицеров сгонять что ли? У нас нет помещений Вот наши Заберёте? Может тогда кого-нибудь и переведём В палаты Сейчас мы вас посмотрим Будьте осторожны, доктор Это похоже на тиф Вот так голову Вот так вот Вы правы, это тиф Николай Викеневич Тут совсем плохо Голубчик Голубчик, ты меня слышишь? Воды Голубчик 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 Голубчик, слышишь меня? У него отёк Его надо держать Идите сюда Идите Вы садитесь на ноги Руки держите Иван Игорьевич Держите Голову Голову, держите Я не вижу Свет Хорошо Так Тихо, тихо, тихо Есть Хорошо Я не вижу Свет Трубку Есть Дыши Дыши А говорили, что не хирург Николай Викенович Я сначала учился на хирурга С Юлией Дмитриевной Я При ней, конечно, не решался Им просто нужен нормальный уход При хорошем уходе Организм справится сам Давайте я останусь Привезёте завтра лекарства, витамины Потом заберёте меня И хоть кому-то помогу Нет, Фаина Васильевна Я не могу Не бросать же их так Ладно Фаина Васильевна останется у вас А утром мы передадим лекарства Подождите, подождите Подождите, подождите Сюда Строгайте ли сам приёмник Одежду на дезинфекцию А где Фаина Васильевна? Она с больными осталась В помощи подъедет Подберите нужные лекарства Для лечения сыпного типа Человек до 20 Товарищ Давилов Иван Егорович Срочный телеграмм Нас отправляют В психосмолакию На приёмы раненых Спасибо Женя Передайте Кравцову Пусть будет готов Через час отправляемся А как же Фаина Васильевна? Обрату пути заберём А лекарства? Разрешите, я отвезу А вы нас на обратном пути Будьте заберёте Хорошо, хорошо Давай, давай, давай Пусть будет Пусть будет Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я вот тут Лекарства привёз Субтитры подогнал «Симон» Так вас вместе селить Что? Мы пока отдельно Как вы себя чувствуете? Ничего Операцию делать необязательно Нужно пообщаться с гомеопатами Иногда именно они сотворяют чудеса в этой области Да нечего стыдиться Ты в этом не виноват Простудимся Простудимся Что? Что? За что ты меня полюбила? За то, что ты Скромный Интеллигентный Вежливый Ты удивительный А я не знаю за что Я тебя уже четыре года люблю Я тебя буду хорошим другом Хорошей женой Пашут Мы с отцом бывало в это же время В поле Земля жирная Запах такой Не, молодцы, чехи Глаз радуется Ровно, как по линеечке Правильно, Паш А мне, знаете, здесь не хватает этой нашей Неровности В ней что-то есть Здрасте Здравствуйте Здрасте Припарахлились, Павел Сергеевич? Что же делать? Зато строго на свои Думаю, когда вернемся домой Будет нелегко Матушка у меня Приболела Надо как-то выживать Я желаю Чтобы вы не пропали Все, все Вон, подъезжаем уже Да Да У нас вчера две машины На мину наскочило Ходовые в дребезги Расстановления не подлежат Что я могу сделать? Сейчас мы в деревню поедем Подводы возьмем Нам бы только доктора с собой А вот еще Приходит дедушка как врач С пальцем Что такое? Зачем вам палец? Выйти немедленно Говорит, нет, нет, доктор У меня там таракан Ну, выйти немедленно, говорю Нет, доктор А вдруг он убежит? Я, говорит, доктор Для надежности палец Еще столярным клеем Хмазать Павел Сергеевич Спускайтесь С нами поедет Немцы серьезно здесь закрепились Долго их выкуривают Но зато Девять танков подбили Местные в лес все ушли Тут учитель ждет Убили его Ой Извините, извините Иван Абрич Разрешите Разрешите Один, одну минуточку Один снимок Павел Сергеевич Ремней нет Я, нету Ремней Да Ой Редактор субтитров Корректор А.Кулакова 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 Вы… Мародёрство. Просто блюдца. А что им сделал? Газеты? Статьи? Между всех старался. Для вас. Для каких всех? Вам, Павел Сергеевич, интересен только один человек. Это вы. Так вот. Товарищ Данилов! Иван Григорьевич, времени нет совсем. Сейчас идём. Пошли. Пошли. Похожу, стукей. Он phải ловится… Сюда! Он не видит! В через тропе! Возвращаясь к стропе. Гребен! Играет музыка. Помочь? Спасибо, я сам. Иван Егорыч, вы нас очень выручили. Спасибо вам. Спасибо! 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 Тут такое дело. Я должен сказать, в общем, мы перед вами в неоплатном долгу, заражение крови, мы ничего не успели сделать. КОНЕЦ Наша сестра, Фаина Васильевна, отдала свою жизнь, чтобы другие жили. Помянем. Молодец. Хорошо. Давай теперь сгибаем. Победа! 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 Побед Пожалуйста, внимание! Уберите музыку! Поступил приказ. Клавдия Мухина, Смирнова Ия, младший лейтенант Разумовская Юлия Дмитриевна, военврач второго ранга супругов, Багийчук, старший сержант Сухоедов, сержанта Городникова, вы отправляетесь в бессрочный отпуск в связи с окончанием боевых действий на территории нашей Родины. Давай! Семен Андреевич! Ты собери там все на дорогу. По две банки тушенки, две сгущенки, маргарина, соли, сахара. Спичек не забудь. Иван Егорыч, тише-ка, тише. А мы вот решили с Катей поварами стать. Ага. Здорово. Сто тридцать, сто тридцать умножим на сорок пять, получается пять тысяч пятьсот пятьдесят грамм. Значит, округляем, получается пять кило, правильно? Семен Андреевич, округляет в большую сторону. Иван Егорыч, вот если бы я все это время в большую сторону округлял, мы бы с вами до дома бы не доехали. Две тысячи. Тридцать пятьдесят грамм. Помножить на сорок пять. Можно? Да. Сухпаёк. Спасибо. Спасибо. И еще. Спасибо вам. А вы когда? А мы с доктором сдадим хозяйство. Поезд в ремонт и тоже по домам. Ну, спасибо за все. Если что, не держите зла. Да ну что вы, какое зло. Спасибо вам большое. Без вас, Юлия Дмитриевна… Да бросьте, Иван Егорыч. Николай Евгеньевич. А ваша новокаиновая блокада – дельная вещь. Наконец-то вы признались, я четыре года ждал. Только это не моя блокада, Юлия Дмитриевна, а профессора Вишневского. А вы думаете, я не знаю? О, наш поезд подошел. Пора, Юлия Дмитриевна. Давайте я помогу. Спасибо, я сама. Давайте. Спасибо. А где же ваши вещи, Павел Сергеевич? Так уже вперед отправил. По знакомству. Договорился. Ну, будьте здоровы. Да. Взаимно. До свидания. Думаю, она сделает из него человека. Если ей это удастся, это будет самая уникальная ее операция. А! 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 Мы прибыли в шесть утра. Нам осталось ехать в восемнадцать часов. Ужасно долго. Мама знает, что вы приезжаете? Нет. Я хочу сделать ей сюрприз. Она ужасно любит сюрпризы. Да, продукты. Это хлеб. Вам. Что это у нас? Туршонка. Тоже вам. Чай. Сгущёнка. Сало. Сало. Ммм. Мммм. Прекрасно. Ммм. Которая скоростя. Аплодисменты. Спать. Спать. Где же спать, как на дороге? Спать. Спать. Что? Нет. Нет. Ничего. Ну я пешком. Вы пешком? Пешком, пешком. Пешком. Мне тут близко. Да, да. До свидания, дорогая. До свидания. Васька. Как хорошо, что я вас не пропустила. Я же вас целый день жду. Вот там дворник меня гнал-гнал, а его собака упустила. Но я раны ему промыла. Продезинфицировала. Продезинфицировала. И продезинфицировала. И еще повязку наложила. Все правильно. Как вы меня учили. И вот там, знаете… Пойдем со мной, Васька. Куда? Ко мне в дом. А вы кто? Я вообще-то здесь живу. Паша? Это Павлик. Павлик. Наш Павлик. Извините. Нас сюда заселяют. Сказали, что все бывшие хозяева умерли. Вот. Кто умер? Паша. Ваша мама совсем недавно умерла. Извините. Это Павлик. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, привет! Мне вот, ногу новую сделали. Поешь со мной? Куда? На море. Ты ж море не видела? Иван Игорьович, вы помните один наш разговор? Я тогда сказал, подвиг это вещь штучная, уникальная, а вы говорили о массовом подвиге. В ваших устах мне слышалось, как, ну, массовый психоз. А вы оказались правы, подвиг может быть обычной повседневной вещью. Мне кажется, я привык к тому, что люди совершают подвиги. А я теперь этому все больше и больше изумляюсь. И привыкнуть, знаете ли, как-то не могу. Ну, а может быть и не надо. Ну, вот эффект вагонного попутчика растянулся на четыре года. Валенки! 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 Мои! Ваши! Сушилки зимы остались. А мне червов не надо. Сососой, куда пошел! Валенки! Валенки! Значит, встретимся как-нибудь. Поговорим. Встретимся. Здрасте! Здрасте! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну-ка иди сюда Субтитры DimaTorzok Ну-ка иди сюда Как жила Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok